Робот Илона Маска, которого он обещал показать в сентябре. Новости компании Boston Dynamics. Новые роботы и беспилотное авто на дороге и в небе. Кожа для роботов и другие научные открытия в области гуманоидной робототехники. Смотрите все ключевые новости из мира высоких технологий этого года в одном видео. Полетели! Британская компания Bellwether Industries провела первое испытание прототипа летающего двухместного автомобиля Waller, построенного в масштабе 1 к 2. Мультикоптер вертикального взлета и посадки будет летать со скоростью более 200 км в час на высоте 900 метров. А пока его прототип совершил в Дубае управляемый полет со скоростью 40 км в час на высоте около 4 метров. Полномасштабный прототип шириной 3,2 метра будет рассчитан на 4 пассажиров. Время полета на одном заряде будет равно 90 минутам, а максимальная нагрузка — 600 кг. Электрическая силовая установка в виде туннельных вентиляторов спрятана под корпусом и включает 4 движителя. Согласно плану разработчиков, гиперкар для полета внутри города Waller поступит в продажу к 2028 году. Илон Маск, отвечая на вопросы в подкасте Лекса Фридмана, рассказал подробности об андроиде Optimus от Tesla. По словам Маска, робот TeslaBot сможет развить индивидуальность и стать для человека чем-то большим, чем просто аппаратом для выполнения скучных повседневных задач, вроде походов по магазинам. «Я думаю, возможности тут бесконечные. Для Tesla это не совсем первое очередное направление по ускорению перехода на возобновляемую энергию во всем мире, но крайне полезная вещь для человечества. Робот-гуманоид, способный взаимодействовать с миром и помогать различным образом», — сказал предприниматель. У Starlink не получилось войти в Индию, компания возвращает деньги тем, кто оформил предзаказ. У компании были наполеоновские планы на региону. В течение 2022 года Starlink намеревался продать в Индии 200 тысяч терминалов, однако лицензии на работу в Индии у компании нет, и когда она появится, неизвестно. А 7 января пользователи Starlink столкнулись с глобальным сбоем. Спутниковый интернет SpaceX перестал работать по всему миру примерно на 90 минут. Компания не комментирует инцидент. Тесла решила создать три уровня агрессивности для своего автопилота. Теперь водитель сможет выбрать подходящий стиль вождения своего авто из режимов Chill, Average и Assertive. Они определяют поведение автоматики при перестроениях на магистрали, сохранении дистанции до едущего впереди автомобиля, а также специфику преодоления перекрестков. В частности, наиболее агрессивный Assertive режим позволяет электромобилю чаще перестраиваться на многополосных дорогах, дольше оставаться в крайне левой полосе, проезжать стоп-линию без полной остановки, а также проскакивать перекресток при горящем желтом сигнале светофора. В Токио скоро начнет работать робот-доставчик Mighty от компании Piezasonic. Робот может эффективно передвигаться по ровной поверхности, преодолевать препятствия, включая лестницы, менять свою траекторию и разворачиваться на месте благодаря четырем колесам с независимым приводом, способным поворачиваться на угол до 90 градусов. Для навигации Mighty использует GPS, камеры и LiDAR, избегая столкновений с различными непреодолимыми препятствиями и пешеходами. При собственной массе 25 килограммов робот может перевозить до 20 килограммов полезного груза, перешагивать объекты высотой до 15 сантиметров, подниматься по склонам с углом наклона до 15 градусов и разгоняться до 10 километров в час. Полной зарядки аккумулятора хватает на 4 часа автономной работы. Компания Cadillac представила беспилотный концепт-кар InnerSpace. В просторном салоне размещено комфортное двухместное сидение, которое можно раздвинуть, а вместо панели приборов под лобовым стеклом установлен крупный изогнутый экран бортового компьютера. Информационно-развлекательная система под управлением ОС GM Altify может быть расширена по желанию клиента. Биометрический ввод и интерфейсы, управляемые искусственным интеллектом, позволяют пассажирам выбирать впечатления от поездки, включая взаимодействие с дополненной реальностью, развлечение и восстановление здоровья. Электромобиль может похвастаться шинами Goodyear, изготовленными по технологии SoundComfort, благодаря которой снижается шум при езде, а система Sightline предоставляет дополнительную информацию о давлении в шинах, их температуре и нагрузке. Концепт-кар Cadillac InnerSpace является частью комплексного проекта Hello Concept Portfolio, в рамках которого ранее были представлены концепты одноместного электролёта Personal Space и микроавтобуса Social Space. Компания Hunit собирает на Kickstarter средства для разработки модульной роботизированной руки с искусственным интеллектом. Многофункциональное устройство предназначено для выполнения множества задач на работе или дома — от съёмок видеоконтента до создания прототипов или лазерной гравировки. Роборука может поднимать до 750 граммов, юдиапазон — 390 мм, а скорость — до 500 мм в секунду. Модуль камеры AI способен распознавать лица, классифицировать изображения, обнаруживать объекты, отслеживать линии, распознавать цвета и многое-многое другое. К роботу можно подключить различные модули, например, мощный лазер для гравировки и резки, модули 3D-принтера с функцией автоматического выравнивания и держателя ручки. Hunit также оснащён встроенным вакуумным насосом, который можно использовать без дополнительного подключения. Пользователи также могут создавать свои собственные модули для любой задачи. Национальная организация по исследованию сельского хозяйства и пищевых продуктов Японии разработала метод, который прогнозирует траекторию полёта насекомых-вредителей. Он должен стать основой системы, уничтожающей вредителей лазером. Стереокамеры будут обнаруживать насекомых, нейросети прогнозировать их полёт, а мощный лазер уничтожать. По секрету сообщим, прототипа пока нет. Boston Dynamics в этом году начнёт поставлять своего робота Stretch избранной группе клиентов. Широкие продажи начнутся в 2023 году. За прошлый год инженеры компании превратили Stretch из прототипа, построенного в основном из частей, разработанных для Atlas и Spot, в готового к реальному внедрению робота. Робот умеет самостоятельно разгружать коробки с поддонов, ставить их на полки, формировать заказы из нескольких коробок из разных мест на складе и в конечном итоге загружать коробки в грузовики. Всё, что нужно Stretch – показать заднюю часть трейлера, заполненного коробками, и он начнёт работать автономно, помещая каждую на конвейерную ленту одну за другой, пока трейлер не опустеет. Художника Агнешка Пилот сделала робота в Boston Dynamics главной темой своих произведений и даже привлекла робота Spot к самому процессу создания картин. Художница предварительно грунтует и красит холст, а затем даёт роботу указания через iPad. Одно из полотен, созданных совместно со Spot, Пилот, удалось продать на аукционе Sotheby's за 31,5 тысячу долларов. Сейчас художница работает над коллекцией NFT-произведений и пока не планирует расставаться с роботом. Интересно, что, как сообщают СМИ, Boston Dynamics, Autodesk, Virgin Galactic и Shack 15 пригласили Агнешку в качестве первого художника в свои арт-резиденции. А вы слышали что-нибудь про арт-резиденцию Boston Dynamics? Пишите в комментариях. Компания Everdron, продвигающая беспилотники как одно из средств быстрой медпомощи, рассказала, что её дрон спас жизнь человеку. Когда у 71-летнего гражданина Швеции случился сердечный приступ, дрон смог доставить на место дефибриллятор раньше, чем приехала скорая. Помощь смог оказать врач, случайно оказавшийся поблизости. Доставку дефибрилляторов с помощью дрона в Швеции тестируют уже несколько лет, причём в 64% случаев мультикоптер опережал машину скорой помощи. Итальянская компания Flying Basket приступила к испытаниям тяжёлых грузовых дронов FB-3, способных доставлять посылки весом до 100 кг. Стартап уже получил необходимое разрешение и заключил соглашение с национальной почтой. Сейчас дроны компании перевозят грузы весом 25 кг над рекой в целях безопасности. Беспилотники могут нести посылки внутри грузового отсека или на внешнем крюке. Сам дрон FB-3 весит 70 кг и способен оставаться в воздухе до 50 минут. Американский стартап Petro представил робота, способного бурить даже самой твёрдой породы бесконтактным способом. Полуавтономная роботизированная система Swifty сможет создавать туннели диаметром от 50 до 150 см в любых городах. Устройство взрывает породу с помощью горячей головки, которая находится под высоким давлением. На видеодемонстрации видно, как кварцит меняет цвет, обугливается и разрушается. Swifty использует машинное зрение, но всё же требует дистанционного управления для выполнения своей работы. А ещё это первый робот, который может выезжать из собственного туннеля. Стоимость работы Swifty почти на 90% меньше, чем у обычных бестраншейных методов. Также робот открывает доступ к ранее непригодным для бурения участка. John Deere представил новый серийный беспилотный трактор 8R, работающий по принципу «запустил – забыл». Фермеры смогут мониторить работу техники через приложение, не выходя из дома. Система автономного вождения John Deere включает шесть пар стереокамер с обзором 360 градусов, вычислительный модуль и GPS-навигатор. Она картирует местность, собирает данные с полей и передаёт информацию алгоритмам, которые прокладывают новые маршруты и идентифицируют препятствия. Если беспилотник столкнётся с чем-то неожиданным, он передаёт сигнал в центр управления, где оператор разберётся с ситуацией и при необходимости свяжется с его владельцем. Waymo и китайский концерн Geely выпустят электрическое роботакси без руля. Мини-Вэн спроектирует дочерняя компания Geely Zikar, а интеллектуальными функциями беспилота его снабдит Waymo. У авто не будет руля и других традиционных элементов управления, это позволит добавить ещё одно место для пассажира и сделает салон более просторным. Пол будет ровным, центральной стойки не будет, а сидения станут полностью регулируемыми. Партнёры рассчитывают выпустить электрокар на дороге общего пользования для коммерческого использования в ближайшие годы. Умные колонки могут быть опасны. Когда 10-летняя девочка попросила Amazon Echo подобрать ей какой-нибудь челлендж, Олега ответила. Вот что я нашла в интернете. Воткни зарядник для телефона в розетку наполовину, затем прикоснись монетой в один пенни к оголённым зубцам вилки. После огласки этого случая разработчики сразу отучили колонку искать челленджи в интернете, но факт остаётся фактом. Британские военные испытали реактивный ранец JetSuit компании Gravity Industries во время горных спасательных учений НАТО. Ранец оснащён двигателем мощностью 1050 л.с. и развивает тягу 144 кг, разгоняясь до 80 км в час. Дальность полёта составляет около 5 км, лётное время около 4 минут, а предельная вертикальная высота до 3660 метров. Приземление происходит на небольшой площади. Это актуально, когда необходимо быстро оказать помощь раненому в горной местности. Сценарий учений предполагал, что солдата нужно извлечь из сложнейшей ситуации оказать ему неотложную медицинскую помощь. Плазму крови должен был доставить пилот JetSuit, который может мгновенно реагировать и быстро покрывать путь к цели. Пилот двигался по трассе. Илон Маск показал видео башни Мекозилла, который будет ловить первую ступень Starship Super Heavy после возвращения с орбиты. Высота башни 140 метров, а располагается она на космодроме Starbase в штате Техас. По задумке, при приземлении ракета должна снизить скорость настолько, чтобы зацепиться за специальную стрелу на башне. В будущем возвращать ракету-носитель будут только с помощью Мекозилла, заявил Маск. Британская компания Housebots совместно с Университетом Уорвика разработала и представила робота HB1, способного передвигаться по вертикальным поверхностям, чтобы осуществлять инспекцию инфраструктуры и зданий, окрашивать поверхности и производить съемку состояния объектов. Благодаря уникальной системе всасывания робот может подниматься по неровным поверхностям и преодолевать препятствия, например, провода и гвозди. Робот может перевозить на себе до 6 килограммов полезные нагрузки. Радиус дистанционного управления HB1 составляет 30 метров от земли. Американский стартап Neuro, продвигающий роботоставку, представил нового робота-курьера с подушкой безопасности для пешеходов, установленной на внешней стороне робота. И нет, это не шутка. Робоавто длиной менее 3 метров включает в себя два отсека для посылок с функцией поддержания заданной температуры. Для передвижения робот использует 5 лидаров, камеры и радары. Максимальная скорость авто — 72 километра в час. База ВВС США Трэвис в Северной Калифорнии получила робот-манипулятор для обслуживания столовой. Роборока Альфред, разработанная бостонским стартапом Dexay Robotics и в соответствии с текущим трендом, должна минимизировать передачу микробов и вирусов. Робот умеет автономно наполнять тарелки едой, перемещая необходимые в каждом конкретном случае ингредиенты из соответствующих контейнеров в миску. Манипулятор адаптирован к действующим стандартам частоты кухни, оснащен машинным зрением и интеллектуальными системами для распознавания продуктов. Роботу требуется всего 8 секунд на добавление каждого ингредиента и считанные минуты на обработку одного заказа. Это не так быстро, как у человека-повара, но и не так уж медленно для робота. По данным производителя, Альфред выдает около 50 полных порций еды в час. В случае успеха испытаний системы появятся по меньшей мере в 10 столовых американских военных. Лаборатория высокопроизводительной робототехники Hyperlab и Калифорнийский университет Беркли представили новый квадрокоптер, способный изменять форму в полете. Дрон может сохранять работоспособность в четырех различных конфигурациях с возможностью устойчивого зависания в трех из них. Это достигается без использования исполнительных механизмов, помимо четырех двигателей, типичных для квадрокоптера. Трансформация достигается за счет свободно вращающихся шарниров, которые позволяют рычагам транспортного средства складываться вниз за счет уменьшения или изменения силы тяги. Компания RichTech Robotics показала на выставке CS 2022 роботобаристу Adam. Это двурукий робот для приготовления кофе, как настоящий бариста. Руки робота двигаются одновременно и независимо, ловко манипулируя различными предметами. Из множества роботов, научившихся заваривать кофе, Adam выделяется именно дизайном. О других роботах с выставки CS 2022 вы можете узнать по ссылке в описании видео. На международном конкурсе ANA Avatar X-Price дебютировал новый гуманоид Takabi. Исследовательский робот, созданный лабораторией динамических роботизированных систем Сеульского национального университета, разработка которого заняла 8 лет. Takabi высотой 180 сантиметров и весом 100 килограммов, обладает 33 степенями свободы. Разработчики традиционно предлагают робота для использования в качестве спасателя и заместителя человека во всех опасных средах и ситуациях. Надеемся, мы еще увидим Takabi и на других мероприятиях и выставках. Японская компания Tech Tracer показала уникальный подход к автоматизации складских запасов с помощью робота Spider-Go, который сканирует товары, перемещаясь по направляющим на потолке. Роботы могут работать по 5 часов подряд, прерываясь на подзарядку всего на 30 минут. Spider-Go перемещается горизонтально и вертикально и сканирует не только штрих-код, текст, информацию RFID, метки на грузе, но также периодически выполняет физическую съемку груза. В итоге он автономно сканирует запасы, удаленно проверяет запасы в диспетчерской, отображает собранную информацию о местонахождении запасов в 3D, отслеживает кражи или несчастные случаи на складе в режиме реального времени, обнаруживает пожар и даже проверяет температуру и влажность на складе. Компании KDDI, ProDrone и KISI представили систему из дрона и подводного робота. Беспилотник доставляет робота к месту погружения в специальной клетке, садится на воду за счет буев, прикрепленных к плечам и опускает робота. Он погружается на глубину до 150 метров и передает оператору видео со своей камеры. После этого дрон забирает робота обратно, подтягивая его с помощью кабеля. Разработчики говорят, что их система подойдет для оперативной инспекции, спасательных операций и научной работы. Хотите быть в курсе робототехнических новинок? Подписывайтесь на канал! Стартап Xtreme RC разработал гусеничный робот-вездеход Broly, который сейчас представлен на Kickstarter. При скромных размерах, всего 82 на 45 сантиметров, он оснащен шасси из алюминиевого сплава и двумя двигателями Hobbywing, позволяющими развивать вездеходу скорость до 64 километров в час всего за несколько секунд. При этом Broly может превратиться в амфибию и передвигаться по воде. Гусеницы в этом случае играют роль грибных колес. Российская транспортная компания Fesco может начать использовать роботов Stretch от Boston Dynamics для погрузки и выгрузки контейнеров, в порту Владивостока. А также, как говорится в официальном сообщении компании, планируют использовать робота для таможенного досмотра груза в порту. Stretch, способный за час перемещать 800 ящиков весом до 23 килограммов каждый, выходит на рынок в этом году, правда пока только для избранных клиентов. Каждому из них придется вести переговоры с компанией Boston Dynamics индивидуально. В управлении Fesco находится 40 тысяч контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тысяч единиц. Флот группы включает 18 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Кэти Перри представила новый клип на песню When I'm Gone, снятый совместно с диджеем Алиса и роботом Spot. Похоже, робопес от Boston Dynamics становится модным гаджетом и отвоевывает себе место на поп-сцене в искусстве и рекламе. Компания Promobot начала продажи своего робота Robo C2 с руками. Он умеет общаться, брать в руку предметы до 1 килограмма, указывает направление и пожимает руку. Сейчас в арсенале робота три режима движений руками. Базовая жестикуляция, движение по просьбе собеседника и движение по команде инженера-разработчика. В будущем его научат рисовать и писать. Также в арсенале робота, по словам разработчиков, порядка 600 вариаций мимики человека. Цена робота для музеев и торговых центров начинается с 2 миллионов 800 тысяч рублей. Несмотря на весь скепсис, тренд на человекоподобных роботов, похоже, набирает обороты. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Представители НПО «Андроидная техника» сообщили, что работы над проектом Marker завершены. Робототехническая платформа может автономно патрулировать территорию в течение двух с половиной суток, преодолевая различные препятствия, включая броды глубиной до 80 сантиметров. Но самое главное, при разработке инженеры отработали технологию автономного группового взаимодействия наземных роботов. Marker обучается возможности автономно перемещаться в пространстве и взаимодействовать с другими роботами, как на колесном, так и на гусеничном ходу. Пока разработку тестируют во время движения по заранее заданному маршруту, но впоследствии Marker научится строить маршрут до цели самостоятельно. В США прошли очередные испытания DARPA в рамках программы Offset. На них один оператор должен был справиться с роем из более чем 100 роботов и беспилотников, работающих вместе. Испытания проводили американские компании Raytown Technologies и Northrop Grumman. Результатом первой стало одновременное управление 130 реальными дронами и еще 30 имитируемыми. Второй компании удалось создать систему для контроля сразу 174 платформ. При этом целью Offset является создание программного обеспечения, объединяющего в единую группу до 250 различных наземных роботов и дронов. Руководитель программы NoFrop сообщил, что их оператору удалось контролировать рой до 3,5 часов. За это время роботы и беспилотники примерно за 20 минут обнаружили около 600 так называемых артефактов. Исследователи лаборатории робототехнических систем в Высшей технической школе Цюриха разработали для четвероногого робота Animal новую систему управления. Она позволяет роботу при ходьбе совмещать данные с камер с информацией, поступающей от ног, чтобы оценить, как лучше идти по пересеченной местности. Система как бы имитирует ощущения, подобные тем, какие получает при ходьбе по сложному рельефу человек. Когда данные хорошие, робот планирует заранее и движется быстро, но когда набор данных кажется неполным, зашумленным или вводящим в заблуждение, контроллер изящно деградирует до проприоцептивной локомоции. Это означает, что робот продолжает, может быть, медленнее и осторожнее, но все-таки двигаться. Крутые участки на скользком грунте, высокие ступени, осыпи и лесные тропы полные корней. Animal преодолел 120 метров сложнейшей местности за 31 минуту без особых усилий. Прекрасный результат для робота. Инженеры из Китая решили сделать то, что не удалось в свое время Boston Dynamics, а именно четвероногого робота-носильщика для военных. Согласно китайским источникам, это самый большой в мире бионический робот на четырех ногах. Он может перемещаться со скоростью до 10 км в час и нести до 160 кг, и его потенциальные миссии включают транспортировку снаряжения и разведку в труднодоступных и опасных районах. Робот работает на электричестве и, как сообщается, может передвигаться по таким сложным поверхностям, как песок, высокая трава или снег. Китай решил создать спутниковую сеть 5G, которая будет конкурировать со Starlink. Реализацией занялся стартап Galaxy Space, который уже отправил на космодром первую порты спутников связи. В основу проекта ляжет протокол связи 5G, поэтому, по словам разработчиков, их сеть будет в пять раз быстрее американского варианта, при том, что самих спутников потребуется в 11 раз меньше, чем у Starlink. Китайские разработчики представили электронную кожу, которая сможет обеспечивать тактильную обратную связь между человеком и роботом. Чаще всего операторы роботов-аватаров получают в качестве обратной связи только видео, в более редких случаях передачу тактильных ощущений через довольно сложные и объемные системы в виде перчаток. С новой разработкой достаточно будет наклеить на кожу рук гибкий кожаный пластырь с множеством датчиков. Он поможет и управлять роботом удаленно, и обеспечит обратную связь. Видеоиспытаний пока недоступно. Ждем новостей по проектам. Профессор Ульсанского национального института Южной Кореи придумал, как преобразовать, пардон, фекалии в энергию, а затем начал платить студентам криптовалюты за то, чтобы они поставляли сырье для его разработки. Криптовалюту Чо Джен Вон придумал сам и назвал ее Джигул. Студенты получают на карту 10 Джигул за каждый поход в туалет и могут оплатить ими обед в университетской столовой. Все логично, учитывая, что лаборатория профессора подключена не только к туалетам, но и к системе отопления, в которой подается биогаз из отходов, а сухое вещество идет на удобрение университетских растений. Продолжим туалетную тему. НАСА объявила конкурс на изобретение туалета для полетов на Марс. Агентство обратилось не к крупным компаниям, а к обычным изобретателям. Они должны найти новые подходы к обращению с отходами и их преобразованию в четырех категориях. Органические отходы, мусор, пенопластовая упаковка и переработка углекислого газа. Путешествие на Марс, как планируется, займет около 9 месяцев, так что отходов за это время накопится действительно очень много. У конкурса НАСА будет 24 победителя, каждый из которых получит по 1000 долларов. Лучшие решения могут быть воплощены НАСА в жизнь. Нейролинк открыла вакансию директора по клиническим испытаниям. Вам придется тесно сотрудничать с самыми передовыми врачами и ведущими инженерами, а также первыми участниками клинических испытаний Нейролинк, говорится в объявлении. Чтобы получить разрешение Управления по санитарному надзору США, компании надо сначала провести испытания на небольшой группе людей, а затем на более широкой группе участников. В недавнем интервью Маск выразил осторожный оптимизм по поводу Нейролинк, сказав, что он надеется, что технология вернет возможность ходить парализованным людям. Компания Хьюстон Мекатроникс переименовалась в Noticos Robotics и представила широкую линейку своих роботизированных продуктов, главная цель которых — защита мировых океанов. Разработчики, среди которых много бывших инженеров НАСА, заявляют, что создали сложнейший, сверхустойчивый флот морской робототехники. В частности, в него входит робот-акванавт, работающий на электроэнергии и способный выполнять подводные работы с ловкостью человека, включая ремонт нефтепроводов или очистку морского дна. Робот-гидронавт, способный перевозить любые грузы или доставлять на место и спускать на воду других роботов в полностью автоматическом или дистанционно управляемом режиме. Третьей частью системы является полностью электрическая роборука. Она может сколько угодно долго работать, на морском дне поднимать тяжелые предметы или легко манипулировать мелкими деталями. Робот достаточно умел, чтобы работать автономно, или им может управлять кто-то за много километров от него. Хотите узнать о технологиях Intel для роботов? Подключайтесь к прямому эфиру на нашем канале в 11 утра. Гостями эфира станут представители компании Routronic и Intel, которые расскажут про аппаратно-программные решения в области машинного зрения и искусственного интеллекта, а также программы помощи от Intel-разработчикам. Узнайте все о RealSense, Intel NUKE последнего поколения, OpenVINO и других продуктах, используемых в роботостроении по всему миру. Ссылку на эфир оставим в описании видео. В Японии совершил свой первый рейс 222-метровый роботизированный паром. Судно самостоятельно пересекло Японское море и пристыковалось без участия людей. Паром Soleil двигался в автономном режиме с максимальной скоростью 48 км в час. Длина маршрута составила 240 км. Навигационная система парома включает GPS, инфракрасные камеры для обнаружения и уклонения от других судов круглосуточно, систему мониторинга двигателя и автоматизированную систему швартовки и отшвартовки. Компания KUKA представила свою новую выставочную ячейку Club KUKA, которая сочетает в себе развлечения и робототехнику с технической точностью и художественной ценностью. В общем, шоу-ячейка является домом для крутой группы под названием KJs. KR3 Ageless за барабанами задает ритм, KRKiberTech Nano работает диджеем, а KR Ageless выступает в роли художника световых инсталляций. Кроме того, есть I'll Be Riva, которая следит за вечеринкой роботов с потолка. Устроители зимних Олимпийских игр 2022 года показали одно из самых удивительных мест Олимпийской деревни — столовую. Отвечать за дезинфекцию и логистику, а также доставлять и готовить еду там будут роботы, а места для приема пищи организованы так, чтобы обеспечить максимальную защиту спортсменов от риска чем-либо заразиться. Компания Shadow Robot показала новое видео своей, самой совершенной, по словам разработчиков, системой телеуправления роборуками. Контролировать руки робота можно удаленно из любой точки мира. Компания заявляет, что ее система обеспечивает беспрецедентную маневренность при выполнении любых опасных или сложных манипуляций. Роборуки точно имитируют движения пользователя, а управление ими практически не требует обучения. Жаль, что о реальных применениях пока не слышно. Исследователи Мичиганского университета представили протез Наги с искусственным интеллектом и открытым исходным кодом. Подробностей еще нет, но известно, что разработчики заключили соглашение с компанией Humatech, занимающейся вспомогательными технологиями. Целью сотрудничества является ускорение разработки управляющего программного обеспечения для роботизированных протезов, которые потенциально могут обеспечить пользователям протезов силу и естественную походку человеческой ноги. Компания Arrival показала, как организовано производство ее электрокаров. Умная фабрика Arrival довольно компактна и состоит из нескольких робокластеров, включающих манипуляторы, выполняющие отдельный набор операций. Связь между кластерами осуществляют мобильные роботы. Представители компании рассказали, что сами создают софт для стандартных промышленных манипуляторов. Корейские инженеры попытались точно воспроизвести строение руки человека в роботе. В результате получилось ILDA – Integrated Linkage Driven Dexterous Anthropomorphic – роболадонь с 20 суставами и 15 степенями свободы. Кончики металлических пальцев способны на усилие в 34 ньютона или около 3,5 килограммов. Устройство длиной 23 сантиметра весит около килограмма и способно контролировать прикладываемые усилия. Во время испытания ILDA продемонстрировала способность поднять яйцо, не разбив его, расплющить банку из-под колы и даже умело орудовать ножницами. Разработчики планируют, что их роборуку можно будет комбинировать со многими существующими коммерческими роботами-манипуляторами. Это станет возможным в том числе потому, что все компоненты системы интегрированы в саму руку и у нее нет внешних частей или модулей. Также успеху проекта способствовало использование инновационного рычажного механизма, позволяющего каждому пальцу иметь три степени свободы. Такая конструкция может заинтересовать и изготовителей умных протезов. А как вам новая роборука? Пишите в комментариях. В Берлине робот-аватар заменяет ребенка на уроках. Из-за тяжелого заболевания легких 7-летний Джошуа Мартинанджели не может посещать занятия лично, но благодаря роботу он остается частью своего класса и поддерживает общение не только с учителями, но и друзьями. Пока роботы-аватары доступны в единственном округе Берлина – Марценхеллерсдорф, и то в количестве четырех штук. Но в будущем, как надеются местные власти, идея получит распространение. Американский стартап Zeva показал первые испытания своего одноместного самолета Zero с оригинальным дизайном. В ходе четырех беспилотных полетов разработчики проверили контролируемое зависание, имитацию руления на малых скоростях и маневры вертикального набора высоты. Аппарат вертикального взлета и посадки после набора высоты летает горизонтально. Предполагается, что его максимальная скорость будет достигать 260 километров в час, а максимальная дальность полета – 80 километров. Компания анонсирует стоимость разработки в 250 тысяч долларов и готова открыть предзаказ на самолеты уже этой весной. На МКС доставили на испытание устройство Bioprint First Aid, способное печатать пластыри на теле космонавтов из их собственных клеток кожи с помощью специальных биочернил. Устройство компактное и не требует внешних источников питания. Пластырь на месте травмы создается почти в режиме реального времени. Внутри устройства клетки кожи смешиваются с двумя биогелями и создают покрытие, похожее на гипс. Технология позволит космонавтам меньше зависеть от поставок медикаментов с Земли. Компания Promobot представила свой новый продукт – Promobot Vending. Это роботизированный комплекс, состоящий из стойки, терминала самообслуживания, кофемашины, фризера для приготовления мягкого мороженого, аппарата для приготовления газированных напитков, а также роботизированных рук-манипуляторов для передачи мороженого и напитков клиентам. Коммуникацию с клиентами осуществляет робот-кассир с реалистичной внешностью. Сейчас компания принимает предзаказы. Как сообщил Алексей Южаков в своем Инстаграм, рабочий прототип появится в марте. Друзья, сначала хотим обратиться к тем из вас, кто тесно связан с робототехникой. Если вы хотите найти работу в этой сфере или, наоборот, находитесь в поиске специалистов для вашей робокомпании, подписывайтесь на телеграм-канал RoboJobs. Там вы найдете не только актуальные вакансии и заинтересованных соискателей, но и новости об исследованиях, посвященных робототехнике и профессиональному развитию. RoboJobs объединяет сообщество робототехников и помогает компаниям и специалистам найти друг друга. Ссылку найдете в описании видео. Американский стартап Elroy Air представил предсерийную версию грузового гибридного дрона «Чеперл». Аппарат вертикального взлета и посадки оборудован 8 вертикальными и 4 горизонтальными пропеллерами. Гибридная электрическая силовая установка обеспечивает запас хода почти в 500 км и грузоподъемность от 135 до 225 кг. Груз размещается в подвешенной под фюзеляжем капсуле, которая может быть легко отсоединена или заменена на другую. Автономные грузоперевозки все более востребованы, но тяжелых беспилотников пока очень мало, так что компания надеется занять хорошее место на рынке. Илон Маск объявил, что Tesla не выпустит ни одной новой модели в 2022 году, включая обещанный Кибертрак. Выпуск пикапа перенесен на 2023 год, а работы над бюджетной моделью за 25 тысяч долларов сейчас не ведутся. Причина, по словам предпринимателя, в том, что у компании сейчас и так слишком много дел, и первая из них — масштабирование производства. Напомним, что в этом году Маск обещал показать своего собственного гуманоидного робота и недавно высказался о том, что со временем роботы Optimus могут стать более важными, чем автомобильный бизнес. Конец цитаты. Но последнее заявление скорее свидетельствует о том, что робота или какие-либо наработки по нему в этом году мы тоже, увы, не увидим. Японское космическое агентство и компания Toyota разрабатывают транспорт для исследования поверхности Луны и Марса. Луна Крузер позаимствовал название у Toyota Land Cruiser. Ожидается, что лунное авто будет готово к концу 20-х годов. В основе конструкции лежит идея того, что люди на другой планете будут есть, работать, спать и общаться друг с другом, не выходя из транспортного средства. Для выполнения различных работ на поверхности для планетохода разработали роботизированную руку со сменными насадками для различных инструментов. По словам представителя Toyota, миссия компании — доставить свой автомобиль туда, где он еще никогда не был. Boston Dynamics готовится поставить армию роботов логистической компании DHL. В ближайшие три года роботы Stretch приступят к разгрузке грузовиков на складах компаний по всей Северной Америке. Сделка оценивается в 15 миллионов долларов, но число роботов не разглашается. Первый Stretch поступит в распоряжение DHL этой весной. Роботы на мобильных платформах могут переносить коробки весом до 23 килограммов, и диапазон их работы фактически ничем не ограничен. Каждая машина питается от собственной батареи и способна проработать до 8 часов без подзарядки. Робот впервые успешно провел хирургическую операцию на кишечнике свиней почти полностью автономно. Ранее роботизировались в основном операции на костях, где положение ткани не меняется, либо роботами полностью руководили хирурги-люди. Но ученым университета Джона Хопкинса удалось запрограммировать робота так, чтобы он в реал-тайм реагировал на смещение мягких тканей и органов внутри полости животного. Робот прооперировал четырех свиней, наложив в общей сложности 86 швов. В большинстве случаев робот накладывал стежок самостоятельно, а в остальное время его приходилось направлять вручную, прежде чем он снова попытается сделать стежок. Когда ткани исследовали через неделю после операции, результаты были сопоставимы с результатами, достигнутыми хирургами-людьми. Исследователи считают, что это большой шаг на пути к автоматизированным операциям на людях. Компания Мета стремится создать универсальную нейросеть, которая сможет решать разные задачи. Первая версия уже готова — это Data2Vec, которая умеет самостоятельно распознавать картинки, звук и видео. Правда, пока она делает это хуже, чем специализированные сети, но то, что она сразу и самостоятельно обучается на совершенно разных типах неразмеченных данных, впечатляет. Получается, что искусственный интеллект развивается в каждой области подобно человеку, и это важная веха в развитии технологий. Пока Data2Vec находится на ранней стадии, разработки, но начало, согласитесь, многообещающее. В сентябрьских соревнованиях Red Bull 2022 могут пройти гонки на реактивных ранцах. Об этом сейчас ведет переговор и глава Jetpack Aviation Дэвид Мэйман. Пилоты будут соревноваться на параллельных воздушных полосах препятствий, чтобы избежать столкновений. Надеемся, испытания состоятся, так как реактивные ранцы уже доказали свою надежность, а их пилоты показали, насколько зрелищными могут быть такие полеты. Гонки могли бы добавить популярность технологий, которые сейчас интересуются в основном военные. Financial Times опубликовала результаты исследования, посвященного экономической эффективности роботакси. Если коротко, она нулевая. Почему? Потому что сегодня законодатели рынка такси Uber и Яндекс опираются не на собственный парк машин, а на широкую сеть водителей со своими авторассредоточенных по улицам городов и готовых взять тот или иной заказ. В случае с роботакси компании придется закупить достаточное количество машин, чтобы обеспечить спрос на всей территории в любое время. То есть, когда заказов мало, робоавто будут простаивать, а когда их много, их, скорее всего, просто не хватит. К тому же парк беспилотников не может работать совсем без людей, кто-то же должен проверять, заправлять, чинить, мыть машины. В итоге, как подсчитали эксперты, технологии есть, а выгоды нет. Deleg US Holdings получила разрешение Федерального авиауправления США на использование своих дронов Perceptor для инспекции на двух нефтеперерабатывающих заводах. Дроны будут летать автономно и вне зоны видимости наблюдателей. Дроны управляются платформой Perceptor Autonomous Inspection and Monitoring — комплексным решением для управления визуальными данными. Система работает с любым визуальным датчиком или камерой и может использоваться с существующими дронами или роботами для выполнения автономных задач. DARPA объявила о первом этапе новой программы под названием Racer, в рамках которой будут проводиться гонки роботов по бездорожью. Пока в проекте заявлены три команды, которые получат финансирование агентства. Это университет Карнеги-Меллана, NASA JPL и Вашингтонский университет. Целью программы Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency является разработка новых технологий, которая позволяет наземным боевым машинам маневрировать по бездорожью со скоростями, которые не ограничены программным обеспечением автопилота или временем обработки данных. Единственные ограничения могут быть связаны только с механическими возможностями транспортного средства и безопасностью. На первом этапе автомобили будут представлять собой внедорожные баги, похожие на Polaris MRZRX. На втором получат автономные платформы армии США. Минимальная цель — производительность на уровне человека профессионального пилота. Команды получат авто с одинаковыми наборами датчиков, вычислительной мощностью и программной инфраструктурой на основе ROS. Также им выдадут список GPS-координат, отражающий границы трассы, путевые точки маршрута и конечную цель. Компания Tevel представила очень необычное и уникальное решение для сбора фруктов дронами. Не вполне верится, что такое существует, но все же решение Tevel включает автономную наземную платформу, к которой привязаны дроны с захватами. Беспилотники распознают фрукты на ветвях, собирают их с помощью своих роборук и складывают в отсек своей платформы. Компания утверждает, что ее решение позволит фермерам держать сбор урожая под контролем. Стартап EctoVR представил оригинальный способ свободно и совершенно безопасно ходить по метавселенной. Им стали ботинки EctoOne с моторизованными колесами на подошве. Колеса вращаются в направлении противоположным движению пользователя, позволяя ему буквально ходить на месте. В сочетании с VR-гарнитурой технология создает убедительное ощущение перемещения в виртуальном пространстве. Пока проект находится на ранней стадии разработки и в ближайшее время вряд ли появится на рынке. Однако если EctoOne действительно создают ощущение погружения, и учитывая повышенный текущий интерес к метавселенной, стартап может быстро найти инвестора для доработки технологии. Исследователи Университета штата Северная Каролина в США продемонстрировали новый тип гибких роботизированных захватов, которые способны поднимать нежные яичные желтки, не разбивая их. При этом они достаточно точны, чтобы поднять человеческий волос. Для этого инженеры вновь, как бывало и раньше, обратились к искусству киригами. Подобная конструкция может быть использована в гибких захватах и динамически адаптируемых конструкциях. Немецкий исследовательский центр по искусственному интеллекту представил подводную лодку с двумя руками Cuttlefish AUV. Аппарат создан для инспекции морской инфраструктуры. Самое интересное в нем то, что по прибытии на место работы робот принимает нехарактерное для себя вертикальное положение и высвобождает две антропоморфные руки. Роботизированными конечностями управляет человек и именно для его удобства лодка и принимает такое необычное положение. Как считаете, обосновано ли такое техническое решение? Искусственный интеллект, который заменит программистов. Новые руки робота Atlas. Квест на выживание для робота Animal. Первый имплантат, позволяющий ходить парализованным людям. Роботы патрульные на границах США. И другие новости из мира высоких технологий в одном видео. Погнали! США тестируют робособак в качестве автономных патрульных на своих границах. Об этом официально заявило Министерство внутренней безопасности, подчеркнув, что испытание проходит успешно. Роботы используются для наблюдения за южными границами, но о сроках их полноценного развертывания пока не сообщается. Машины Ghost Vision 60 компании Ghost Robotics изначально создавались для нужды армии США. Как заявляет производитель, роботы высотой 76 см и весом 32 кг надёжны и недороги. Они могут работать в любых погодных условиях и способны преодолеть на одном заряде до 12 км. Машины могут перемещаться автономно или управляться вручную, на них можно установить ряд полезных нагрузок, включая тепловизионные камеры и камеры ночного видения. В автономном режиме роботы двигаются по установленным путевым точкам GPS, а также используют свои камеры и датчики для выбора маршрута и осмотра заданных объектов. В прошлом Ghost Robotics даже демонстрировала прототипы моделей, оснащённые оружием, хотя нет никаких подтверждений, что такие полезные нагрузки тестируются официально. Зато Робот Спот побывал на шоу Джимми Феллона вместе с генеральным директором Boston Dynamics Робертом Плейтером. Также недавно роботы Boston Dynamics снялись в рекламе одной из марок американского пива. Ролик получился зажигательный, являясь одновременно демонстрацией возможностей роботов. И самым интересным моментом стали новые руки робота Atlas, которые он использовал для взаимодействия с мелкими предметами. Напомним, что именно руки для робота основатель компании Марк Райберт, также засветившийся в концовке рекламы, назвал главной целью исследований в этом году. Очень ждём новых видео и подробностей о роботе. Компания DeepMind разработала искусственный интеллект, который самостоятельно пишет код на уровне 54% лучших кодеров. Система AlphaCode была испытана на тестах платформы CodeForces, которая используется для оценки уровня компетенции программистов и доказала, что не только пишет программный код на уровне лучших программистов людей, но и самостоятельно придумывает алгоритмы решения предлагаемых ей задач. «Это значительный шаг к автономному кодированию», заявили разработчики, хотя навыки AlphaCode пока не совсем соответствуют тем задачам, которые приходится решать среднему программисту. Алгоритм получил 10 тестовых задач в том же формате, в котором их дают людям. Затем он сгенерировал множество возможных ответов и отсеял неверные, запустив код и сверив результат, как это сделал бы живой программист. И всё это без участия человека. В итоге AlphaCode попал в 54,3% лучших программистов. Создатели AlphaCode подчеркнули, что пока исследования находятся на ранних стадиях, но полученные результаты приближают компанию к созданию гибкого искусственного интеллекта. Он сможет автономно решать задачи, которые на сегодня под силу только людям. Стартапы из Израиля Электрион построят в США первую дорогу с индукционной зарядкой для электромобилей. Участок протяжённостью в 1600 метров обойдётся штату Мичиган почти в 2 миллиона долларов. В основе технологии Электрион лежит платформа DWPT на основе медных катушек, аналогичных тем, что используется в беспроводных зарядках для смартфонов, но значительно большего размера. Эти катушки устанавливаются под обычным асфальтом и генерируют энергию за счёт магнитной индукции. Когда электромобиль проезжает над зарядкой, батарейный блок, оснащённый принимающим устройством, начинает автоматически заряжаться. Система Электрион предполагает, что блок управления DWPT должен располагаться на обочине дороги, а приёмник – в шасси подключаемого транспорта. Так как не все частные электромобили смогут подстроиться под технологию стартапа, пока проект рассчитан на общественный транспорт. А немецкая компания Continental Engineer Services совместно со стартапом Volterio разработает полностью автономных роботов для зарядки частных электромобилей. Система будет состоять из блока, закреплённого на днище автомобиля, и маленького напольного робота для гаража или парковки, который самостоятельно будет находить порт, как бы вы не припарковались. Первые опытные образцы должны появиться в середине года, а готовый продукт выйдет на рынок в 2024-м. Стартап Joby Aviation запустит сервис аэротакси в Сеуле. Летающие авто будут интегрированы в транспортную систему города при поддержке южнокорейской корпорации SK Telecom, разрабатывающей платформу T-Map Mobility. Последнее объединяет аренду автомобилей, паркинги, службу такси и прочие транспортные услуги, а также совместные предприятия UT, созданные в прошлом году SK Telecom и Uber. Теперь частью этого предприятия станет и сервис аэротакси Joby. Для начала в Сеуле будут созданы один или два воздушных маршрута, но к концу 20-х годов планируется развертывание до 10 городских терминалов аэротакси. Starlink выпустила новые премиальные антенны, увеличивающие скорость приема данных до 500 Мбит в секунду. Цена месячной подписки также выросла и составит для тарифа премиум 500 долларов в месяц. При этом невозвращаемый депозит тоже подрос до 500, а разовый сбор за оборудование до 2,5 тысяч долларов. Предложение предназначено для офисов и магазинов и должно решить некоторые проблемы проекта, в том числе продажи оборудования по цене ниже стоимости его производства. Миниатюрная разработка ученых Гарвардского университета RoboBee, которая уже умеет летать, садиться, плавать и чувствовать, научилась точному контролю над своим курсом и боковым движением. Теперь робот более ловок в маневрах, что позволит его использовать в большем варианте сценариев. Для этого ученые разработали новую модель, которая аналитически отображает, как различные сигналы взмахов, связанные с полетом, влияют на силы и крутящие моменты, определяя на лучшую комбинацию в полете в реальном времени. Это большой прогресс для маленького робота. Исследовательский институт Toyota показал новое видео обучения автономных автомобилей дрифту. Идея исследования заключается в использовании управляемого автономного дрифта для предотвращения несчастных случаев путем преодоления внезапных препятствий или опасных дорожных условий, таких как гололедица. В перспективе это может повысить безопасность автомобилей, которые в чрезвычайной ситуации смогут брать контроль на себя, если водитель не может сделать этого самостоятельно. Специалисты компании подчеркивают, что хотят дополнить и усилить человеческие возможности, а не заменить людей за рулем. Исследователи университета Карнеги-Меллана показали, как их робот контролирует все свое тело, чтобы удерживать равновесие, неся тяжелую полезную нагрузку. Болбот активно компенсирует дополнительный вес полезной нагрузки, динамически стабилизируя положение и балансируя на своем единственном сферообразном колесе. Швейцарские ученые разработали имплантат, который позволил ходить парализованному человеку с повреждениями спинного мозга. Технология основана на использовании электрических импульсов, имитирующих сигналы мозга, которые передают сигналы к действию прямо в мышце. Гибкий имплантат укладывается под позвонки прямо на спинной мозг. Электроды в нем располагаются точно на местах корешков спинномозговых нервов. Управляется вся система алгоритмом на базе искусственного интеллекта. В итоге пациент нажимает кнопки на пультах дистанционного управления на ручках его ходунков, передавая в планшет сигнал, что именно он хочет сделать. Умный алгоритм на планшете формирует правильные сигналы, которые отправил бы мозг в ноги, и передает их устройству на животе пациента, которое, в свою очередь, перенаправляет команду в имплантат. В итоге человек может идти, стоять, ездить на велосипеде, плавать или заниматься другими видами спорта. Инженеры швейцарской высшей технической школы Цюриха решили сделать поводыря из дрона. Беспилотник старался привести человека в заданную точку, постоянно контролируя натяжение троса. Последнее важно не только для того, чтобы человек шел в правильном направлении, но и для того, чтобы он не подошел слишком близко к дрону. Измерение натяжения троса происходит 800 раз в секунду с помощью датчика усилия. Интересно, что инженеры все равно посчитали необходимым использовать щит для безопасности испытателя. Кто захочет забраться в обрушившуюся шахту для осмотра? Конечно, роботы. Недавно на известняковой шахте Лоист в Северной Америке произошел масштабный обвал, сделавший ее опасной для человека и похоронивший все каналы передачи данных под землей. Инженеры компании решили наладить беспроводную IP-сеть с малой задержкой и высокой пропускной способностью с помощью роботов от Australian Droid & Robot ADR. Была собрана команда из 10 беспилотных роботов ADR Explorer XL, которые разместили внутри шахты три точки беспроводной подземной коммуникационной сети Legend Kinetic Mesh, самая глубокая из которых находилась на глубине 1,7 километра, а также установили 8 роботохабов. В результате инженеры получили хорошую визуализацию места обвала и безопасных зон, куда можно было отправить пилотируемых роборазведчиков. Роботы ADR осмотрели все необходимые участки шахты, одновременно передавая видеоданные со скоростью до 80 Мбит в секунду. Это позволило горнякам вернуться в шахту, чтобы восстановить электроснабжение и связь. Инженер компании Anybotics Токахира Мики выложил в своем твиттер-аккаунте видео испытаний адаптивного поведения робособаки компании Animal в различных сложных ситуациях. Робот справился почти со всеми поверхностями, включая разномастные препятствия, рыхлый снег и скользкие ступени. Самыми трудными испытаниями стали прозрачное препятствие, к которому робот так и не смог приспособиться, и обледеневшая поверхность, на которой его ноги не нашли устойчивое положение. Тем не менее, алгоритм управления, разработанный Anybotics, действительно впечатляет. Компания Sam's Club решила научить своих роботов-уборщиков, разработанных BrainCorp, проводить инвентаризацию, а именно осматривать полки и сканировать товарные позиции. Сейчас Sam's Club эксплуатирует порядка 600 машин, которые и освоят новый навык. Подход BrainCorp иллюстрирует тренд повышения модульности и гибридности, обучение проверенных временем платформ, новым трюкам и оснащение их новыми модулями, что существенно продлевает жизненный цикл производимого продукта. Новый японский робот-ровер для лунных миссий, роборыбка из стволовых клеток человеческого сердца, роботы-трансформеры, первый автономный полет Black Hawk и новые планы Илона Маска по колонизации Марса. Все новости высоких технологий в одном выпуске. Поехали! Японская компания G-Tai разработала усовершенствованный лунный роботизированный вездеход R-1, который может выполнять задачи общего назначения, такие как разведка, добыча полезных ископаемых, инспекция, техническое обслуживание, сборка. В декабре прошлого года робот прошел испытания в кампусе японского аэрокосмического агентства JAXA. Сообщается, что поверхность имитировала лунную, но были ли смоделированы гравитационные и температурные условия на спутнике, пресс-релизе не сообщается. Робот-ровер G-Tai R-1 успешно выполнил все запланированные задания. Среди них передвижение по заданному маршруту с преодолением препятствий в виде камней, в котором роботу помогли ноги со все направленными колесами, подъем по песчаному склону с уклоном до 20 градусов, задачи по сборке солнечных панелей, части которых хранились в специальных контейнерах. Панели будут критически важной частью лунной инфраструктуры, и их сборка станет одной из первых задач любой миссии по созданию лунных баз. Также R-1 забрал и запечатал для хранения образцы имитированной лунной поверхности. В компании сообщили, что к настоящим испытаниям на Луне робот будет готов к середине 20-х годов. Не исключено, что к этому времени R-1 претерпит существенные изменения, чтобы адаптироваться к недружелюбным условиям космоса. Исследователи Технологического института Вирджинии представили композитный материал, способный превращаться из плоского листа в сложную форму. Он сделан из эластомера с узором из надрезов, которые определяют, какую форму примет материал. Внутри листа эластомера находится каркас из металла, который плавится при 62 градусах по Цельсию, и гибкий нагревательный элемент. Нагревание металлического скелета до состояния плавления позволяет листу деформироваться, а затем он снова остывает и принимает стабильную форму до следующего нагрева. Такое изменение формы может сделать робота более универсальным и проходимым. В общем, ждем Терминатор 2. А инженеры из Северо-Восточного университета в Бостоне показали конструкцию захвата, который стабильно работает в трех разных конфигурациях. Переход между ними осуществляется встряхиванием. По сути, эта концепция объединяет три разных типа захвата в один. Парк беспилотников китайской Авто-Х роботакси превысил тысячу автомобилей. Это стало монументальной вехой для компании автономный парк, который и так является крупнейшим в Китае. Интересно, что недавно в США вышло исследование, доказывающее неэффективность бизнес-модели беспилотных такси, о чем мы рассказывали в прошлых выпусках. Но китайцев это не останавливает. Возможно, они его даже не читали. Авто-Х даже запустила специальную производственную линию по производству роботакси четвертого уровня автономности. Все новенькие роботакси оснащены системой Авто-Х Джин-5, официально запущенные в июле прошлого года и работают без сопровождающих водителей. Объект является первым в своем роде в Китае. Хотите попасть в один из главных центров робототехники в Европе? Присоединяйтесь к бизнес-миссии робототехников в Данию, которая состоится с 20 по 27 марта. Вы сможете посетить датский город Оденсен, насчитывающий больше 300 компаний и исследовательских центров. В эти дни там пройдет выставка Р-22, самое большое событие в Северной Европе, посвященное технологиям автоматизации и робототехники. Параллельно с выставкой 24 марта пройдет Оденсен Инвестор Саммит, в рамках которого с 2015 года было привлечено в стартапы более 860 миллионов евро. Во время поездки вас ждут экскурсии в такие компании, как Universal Robots, Mobile Industrial Robots, OnRobot и другие. Для вас будут организованы встречи с российским торгпредством в Дании, кластером Оденсен Робатикс и организацией Invest in Odense. Присоединяйтесь, если хотите изучить мировой рынок робототехники и найти партнеров для бизнеса в Европе. Оставить заявку можно по ссылке в описании видео. Компания SpaceX активно готовится к первой тестовой отправке на орбиту Земли корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy. В преддверии события Илон Маск показал работу своей гигантской башни с механизированной рукой под названием Мехазила, которая будет использоваться, чтобы собирать звездолёт перед стартом, а также ловить ракету-носитель Super Heavy и космический корабль Starship при приземлении для повторного использования. Маск рассказал, что конструкция звездолёта, которой он всё же надеется запустить на орбиту в этом году, пересмотрена в части двигателей. Так, в Super Heavy будут использоваться 33 двигателя вместо 29, а в Starship 9 вместо 6. Сами двигатели тоже будут заменяться на новую версию Raptor 2, производство и тестирование, которое уже ведётся в Техасе. И хотя на данный момент есть проблемы, а именно камеры сгорания двигателей с повышенной до 230 тонн тягой плавятся в процессе работы, основатель SpaceX надеется, что скоро она будет решена и компания начнёт выпускать к следующему месяцу по 7-8 двигателей в неделю, а к концу года производить каждый месяц по одному Starship и Super Heavy. Также предприниматель представил новую анимацию колонизации Марса, и её он сопроводил словами о том, что Starship снизит стоимость доставки груза в космос в десятки раз, до 100 долларов за килограмм и даже ниже, что сделает идею колонизации гораздо более осуществимой, учитывая, что первой колонии потребуется порядка миллиона тонн ресурсов с Земли. Недавно состоялся первый автономный полёт американского многоцелевого вертолёта Black Hawk UH-60, оснащённого системой LS. После переключения в автономный режим вертолёт сам осуществляет предполётную проверку, запускает двигатели, раскручивает винты и взлетает без экипажа на борту. Первая беспилотная миссия длилась полчаса и осуществлялась с обычной для вертолётов этого типа скоростью и высотой. При этом вертолёт передвигался по смоделированному городскому пейзажу, избегая воображаемых зданий и планируя маршрут в режиме реального времени. Затем Black Hawk самостоятельно выполнил серию манёвров и совершил посадку. Нидерландская компания APO.com Group, являющаяся лидером в области автоматизированной онлайн-фармацевтики в стране, показала, как устроены её склады. Интеграция роботов-манипуляторов RightPik от RightHand Robotics, отвечающих за подбор товаров, в систему автоматизированного кубического хранилища от AutoStore позволила автоматизировать работу склада, функционирующего в режиме 24 на 7. Роботы RightPik подбирают и сканируют товары при приёме входящих и выполнении исходящих заказов, обрабатывая тысячи наименований в день. Стоит отметить, что площадь склада составляет 20 тысяч квадратных метров. Потенциал китайской метавселенной оценили в 8 триллионов долларов. Следуя мировому тренду, местные IT-гиганты, такие как Tencent, NetEase и Alibaba уже вовсю инвестируют в это направление. Подробно про метавселенную можно посмотреть в видео в подсказке. Интересно, что многие сферы метавселенной предусматривают использование криптовалют, на которые в КНР наложен тотальный запрет. Вместо этого в Китае активно продвигают государственную валюту – цифровой юань. Вредоносное программное обеспечение для скрытого майнинга и кражи криптокошельков стали распространять под видом токенов NFT. Дело в том, что токены такого типа могут хранить контент за пределами блокчейна. И в этом случае есть возможность создать токен таким образом, что при покупке он может представлять собой картинку, а после продажи использоваться для выполнения других задач. Исследователи Гарварда и Университета Эмори проводят удивительный эксперимент с биороботом. Робот в виде рыбки постоянно двигается, развивается, улучшая свои характеристики и живет своей жизнью уже более ста дней. Клетки для робота были выращены из стволовых клеток человеческого сердца и модернизированы для работы в новом качестве. Они располагаются на гибкой пластинке и между ними установлена электромеханическая связь. Слои клеток синхронно сокращаются и растягиваются, а соединяющий узел задает частоту и ритм сокращений. В ходе эксперимента клетки продолжают созревать, что увеличивает амплитуду колебаний, а следовательно и скорость передвижения робота. К сотому дню он стал почти таким же шустрым, как настоящая рыбка семейства Данио. Роботы. Умные города и другие удивительные технологии выставки Экспо-2020 Дубай, электрические летающие такси Роллс-Ройс, робот с реконфигурируемыми ногами и другие новости технологий в одном выпуске. Погнали! В Дубай подходит к концу крупнейшая выставка технологий достижений человечества Экспо-2020 Дубай. Название сохранилось с позапрошлого года, когда мероприятие было отменено из-за пандемии. По той же причине в настоящее время выставка была организована с максимальными мерами предосторожности, обеспечивали которые в том числе и более 150 сервисных роботов. Роботы, развернутые на Экспо-2020, являются проектом китайского техногиганта, специализирующегося на искусственном интеллекте Terminos. Все они состоят из двух частей – верхней, содержащей устройство, и нижней, поддерживающей тело робота. При этом верхняя часть оснащена базовыми функциями для общего пользования и дополнительными, уникальными для каждого робота. Одни отвечают за стерилизацию, другие – за логистику, третьи – за общение с посетителями и так далее. Например, робот Opti – это полностью автономный талисман из поддержки технологий искусственного интеллекта. 50 невероятно дружелюбных роботов были созданы по чертежам дирекции выставки всего за полгода. Маленький, манёвренный и безопасный для людей робот может функционировать на одном заряде более 24 часов. Opti создан для общения и развлечения. Так, на протяжении всей выставки маленькие оранжевые роботы устраивали групповые танцы и флешмобы, включая представления на Хэллоуин. Доставка еды и напитков на Экспо 2020 Дубай поручена роботам Talabot. Это результат интеграции самой популярной в городе службы доставки еды Talabat Sterminus Group. Заказать еду из любимого ресторана можно на сайте Talabat, указав своё местоположение, а в свободное время роботы развозят бесплатную воду и лёд. Были среди роботов и охранники – роботы патрол, отвечающие за безопасность территории выставки и специальной станции метро Экспо 2020. Машины оснащены HD-камерами для распознавания лиц, термокамерами и кнопкой SOS. Также они напоминали посетителям о соблюдении протоколов безопасности, принятых в связи со сложной эпид-обстановкой. Ещё одни более универсальные роботы для доставки занимались такой работой, как раздача карт и буклетов выставки, бесплатных закусок и воды, а также голосовым информированием посетителей в ответ на заданные вопросы. И, конечно, ни одно мероприятие, посвящённое высоким технологиям, уже не обходится без робота-бариста, готовящего кофе для посетителей. Все роботы защищены от атмосферных взаимодействий и могут работать при температурах от минус 10 до плюс 55 по Цельсию. Когда их батарея разряжается, они возвращаются к точке зарядки, автономно пристыковываются и перезаряжаются без вмешательства человека. Это позволяет машинам с искусственным интеллектом работать круглосуточно без помощи или наблюдения со стороны людей. Также Terminos Group подписала долгосрочный договор аренды на Дистрикт 2020 – умный город будущего, расположенный на территории Экспо-2020. Там компания создаст Центр исследований и инноваций, а также откроет свою первую международную штаб-квартиру за пределами Азии. Terminos будет заниматься аппаратной модернизацией города, снабжать его новым программным обеспечением и развивать в нем свои технологии AIoT – искусственного интеллекта вещей. Удивляли на выставке и павильоны. Так, в павильоне России, темой которого был творческий разум, можно было увидеть гигантский мозг, символизирующий самый сложный феномен Вселенной, позволяющий совершать открытия. В павильоне Германии можно было послушать оркестр роботов, играющий Бетховена. Павильон Великобритании был посвящен искусственному интеллекту и построен из дерева. На фасаде появляются и исчезают десятки слов, каждая из которых написана посетителями с помощью планшета внутри здания. Из этого массива данных нейросеть каждую минуту формирует новую поэму. Главным украшением китайского павильона стали сервисные роботы-гуманоиды Panda и Walker компании Ubitec. Они общались с посетителями, рассказывали им о павильоне и достижениях Китая в области умных городов, космоса и сельского хозяйства. Проводили экскурсии, делали с ними совместные фото и просто развлекали. Роботы построены на базе одной и той же платформы, они обладают 41 суставом, умеют ходить и делать гимнастику, заниматься каллиграфией, а также взаимодействовать с людьми. На выставке было представлено решение Mindsphere Smart City, предназначенное для цифровой оптимизации Экспо 2020, повышение качества обслуживания посетителей и сокращение потребления воды в течение шестимесячного мероприятия, посредством внедрения индустриального интернета вещей. Решение специально для выставки было разработано компанией Siemens. Первоначально Mindsphere Smart City работала в двух направлениях – мониторинг окружающей среды и ирригация для полноценного полива деревьев и при этом оптимального использования воды и энергии. Сейчас к цифровой инфраструктуре подключено свыше 200 тысяч датчиков, более 130 зданий на территории площадью более 4 квадратных километров, соединены между собой через интернет-вещей. Сотни тысяч датчиков связываются с центральной IoT-платформой через подсистемы. Организаторы выставки отмечают, что реализованные там проекты могут стать образцом для умных городов по всему миру. Посетители Экспо имеют возможность опробовать капсулу Hyperloop. В будущем с её помощью пассажиры смогут добираться из Дубая в Абу-Даби, преодолев около 140 километров всего за 12 минут. Анонсируется, что этот проект будет реализован в 2030 году. Футуристический транспорт на выставке представила компания Virgin Hyperloop. Помимо пассажирского отсека в павилоне DP World's Flow представлен и 10-метровый грузовой контейнер. Обе капсулы могут путешествовать со скоростью 1080-1200 километров в час, используя экологически чистую электрическую силовую установку и электромагнитную левитацию. По данным агентства УЭМ, Hyperloop сможет перевозить примерно 3400 человек в час, а это 128 тысяч в день или 24 миллиона человек в год. На Экспо в павильоне Дубая Islamic Bank представлено решение «Умное зеркало» – смарт-устройство прямоугольной формы в рост человека. Став напротив него, можно за секунду узнать все свои персональные банковские данные. Какие счета и на каких условиях открыты, какие имеются кредиты, сколько карточек и какого типа, и другую информацию. Клиент распознается с помощью биометрической технологии по лицу или отпечатку пальца. По мнению хозяев павильона, к 2050 году клиенты будут доверять банкам не только свои финансовые данные. Например, «Умное зеркало» будет оценивать состояние здоровья, спортивную форму, отношение к окружающей среде и поощрять клиентов банка за здоровый образ жизни или заботу о природе специальными баллами, предложениями и бонусами. Достаточно много павильонов на Экспо знакомят с решениями для городского садоводства и вертикальных ферм. Например, Urban Gathering можно встретить на площадках Эстонии, Сингапура, Финляндии. Нидерланды в этом контексте пошли еще дальше. В павильоне этой страны демонстрируется технология Rainmaker. Она способна извлекать воду из воздуха даже в условиях пустыни. По словам создателей павильона, ежедневно Rainmaker извлекает из воздуха 800 литров воды. Процесс основан на возобновляемые энергии, получаемый с помощью легких, органических, прозрачных солнечных батарей, установленных на крыше. В то же время солнечный свет, проходящий через панели, помогает растениям в фотосинтезе. В павильоне «Банковское дело будущего» на Экспо посетителям демонстрируют растущий потенциал квантовых вычислений QC в сфере банкинга. Угрозы кибербезопасности в геометрической прогрессии увеличили риски финансовых преступлений и мошенничества. С появлением 5G и подключенных устройств, и по мере увеличения количества клиентских транзакций, возрастает и проблема управления данными и получения действенной информации в реальном времени. Здесь и открываются возможности для QC, отмечают организаторы. Также каждый вечер на выставке проводится шоу дронов, организованного павильоном Китая. И к другим новостям. Компания Rolls-Royce объявила, что электрический летающий такси появится раньше, чем мы все ожидали, а именно в течение трёх-пяти лет. Правда, речь идёт не о летающих авто, а о быстрых и компактных электрических самолётах, двигателя для которых разрабатывает компания. Например, первое коммерческое применение P-Walt, аккумуляторной электрической системы, разработанной Rolls-Royce, будет иметь мощность около 600 кВт-часов, что позволит перевозить 6-8 пассажиров на расстояние до 150 км. Но уже к 30-м годам компания рассчитывает создать технологии, которые позволят преодолевать до 400 км на одном заряде. А китайская компания AutoFlight опубликовала видео первого полёта своего беспилотного такси вертикального взлёта и посадки. И VTOL Prosperity AI взлетела и переключилась с вертикального взлёта на более энергоэффективный, горизонтальный и обратно перед посадкой. Во время вертикального подъёма аппарат задействовал 8 винтов, которые должны помочь ему выдерживать не только собственный вес, но и 4-х человек на борту. Prosperity AI поднялся на высоту 150 метров и разогнался до рабочей скорости 200 км в час. Беспилотник предназначен для коротких перелётов и должен быть выпущен на рынок к 2025 году. Лаборатория робототехнических систем высшей технической школы Цюриха представила реконфигурируемую конструкцию ног для шагающих роботов. Нога может плавно переключаться между разными режимами с помощью простого механизма. Это должно позволить инженерам расширить возможности роботов дополнительными задачами и способами передвижения. Космические силы США планируют начать патрулирование района вокруг Луны. В официальном сообщении говорится, что военные планируют расширить свои возможности по информированию о космосе за пределы геостационарной орбиты вплоть до Луны, то есть увеличить контролируемое пространство в 10 раз. Для этих целей планируется разработать и запустить спутник, вероятно оснащённый мощным телескопом, в окололунное пространство. Судя по видео, спутник будет называться CIS Lunar Highway Patrol System или CHPS. Таким образом, США планируют следить за всеми объектами и миссиями, запускаемыми на Луну или её орбиту. Отмечается, что CHPS не будет включать в себя возможности реагирования на какие-либо угрозы, но будет служить в первую очередь для обеспечения ситуационной осведомлённости. Марсоход NASA Curiosity нашёл на Марсе цветок из минералов. Сотрудники команды Curiosity в NASA так прокомментировали находку. «Мы находим на Марсе заманчиво интересные вещи, но нам действительно нужно больше доказательств, чтобы сказать, что мы идентифицировали жизнь. Самое сложное — это отпустить представление о Земле и избавиться от тех предубеждений, которые есть у нас, и действительно попытаться проникнуть в основы химии, физики и экологических процессов на Марсе». Исследования продолжаются. Стартап Image представил устройство Wave 1, позволяющее ощущать объекты в виртуальной реальности без перчаток. Это ультразвуковая панель, которая подключается к VR-гарнитуре и обеспечивает тактильную обратную связь. Image Wave 1 представляет собой панель размером 26 на 30 сантиметров, способную проецировать объёмный ультразвук в воздух. Если пользователь держит руки над устройством, то чувствует тактильные волны. Они фокусируются в виде точек, которые находятся на высоте 0,9 метра над панелью и распространяются на 120 градусов вокруг панели. Wave 1 можно синхронизировать с приложением Image Home, включающим множество игр и социальных приложений, специально созданных для этой системы. Компания Meta представила систему BuilderBot на базе искусственного интеллекта, которая создаёт трёхмерные объекты в виртуальном мире по словесному описанию пользователя. Таким образом, каждый пользователь сможет создать в Meta-вселенной свой собственный уголок, устроенный по его желанию. Правда, насколько возможна детализация и персонализация этого уголка в компании не сообщается. В реальности же это зависит от того, как именно создаются объекты, берутся готовые из библиотек или действительно разрабатываются индивидуально. Об этом компания пока умолчала. Также Meta анонсировала универсальный переводчик устной речи для всех языков мира. Он работает даже с наиболее редкими и сложными. Американский некоммерческий научно-исследовательский институт SRI International представил систему для удалённого управления строительной техникой. Это роботизированное решение, которое автоматизирует повторяющиеся действия, такие как копание, и обеспечивает интуитивно понятное удалённое управление для более сложных действий. Этот прогрессивный подход к автономии призван повысить производительность оставшихся работников, создать новые возможности для удалённых работников и побудить новых работников присоединиться к отрасли, сделав работу с оборудованием более безопасной и комфортной. Стартап SDU by Robotics представил универсальное модульное нейронное управление с быстрым обучением для роботов на ногах, вдохновлённое животными. По словам разработчиков, подход является масштабируемым, поддающимся анализу и устойчивым к сенсорным ошибкам, а его процесс обучения быстрее, чем у современных контроллеров движения. Демонстрацию провели на шестиногом роботе, который смог без подготовки преодолевать разнообразные препятствия. Группа исследователей проекта Гувер показала испытания своего гибрида гусеничного робота и мультикоптера. Гусеничные роботы известны своей энергоэффективностью при перевозке грузов и хорошей проходимостью на пересечённой местности, но многие препятствия преодолеть им не по силам. С другой стороны, мультикоптеры преодолевают расстояние независимо от рельефа местности, но нести тяжёлый груз далеко пока не могут. Робот Гувер берёт лучшее от обеих платформ. Прототип габаритами около 140 на 85 на 55 сантиметров весит 23 килограмма и может взлетать благодаря восьми винтам. В режиме танка робот может проработать до 10 часов, а дрона — всего 20 минут. Аппарат может передвигаться автономно или управляться оператором. Оснащение робота включает оптическую камеру Sony 4K, тепловизор, спутниковую систему навигации Galileo, LiDAR и микропроцессор NVIDIA Jetson AGX XAVIER. Пользователь Ютуба под именем Кертис Лукас выложил в сеть видео, где рассказал о своих проектах. По словам Кертиса, он владеет небольшим бизнесом по уборке и испытывает большие трудности с наймом персонала. Для частичного решения этой проблемы Лукас, не имея образования в области робототехники, начал создавать собственных коммерческих роботов-уборщиков. Теперь у него есть роботы стоимостью менее 2000 долларов. Каждый, который подметают и моют полы, пылесосит ковры. Роботы работают автономно и общаются через приложение Bluetooth, которое разработал Лукас. Также он придумал и робота для дезинфекции. Инженеры высшей технической школы Цюриха продолжают экспериментировать с роботом Animal. В новом видео они показали, как работает новый планировщик всего тела в режиме реального времени для четвероногого робота с манипулятором, главной задачей которого является избегание столкновений при выполнении различных действий. Все задачи робот выполнял автономно, разработчики лишь ставили ему цели. Стоит отметить, что Animal справился со всеми весьма достойно. Инженеры Ray LabCaste представили свою разработку. Это структура обучения передвижению, в которой политика управления и оценщик состояния обучаются одновременно. Структура состоит из сети политик, которая выводит положение суставов и сети оценки состояния, которая выводит такие параметры, как базовая линейная скорость, высота стопы и вероятность контакта. Инженеры использовали среду быстрого моделирования для обучения сетей, которые передались реальному роботу. Система позволяет любому четвероногому преодолевать различные местности, такие как холм, скользкая плита или ухабистая дорога. Китайская компания Deep Robotics представила видео очередных испытаний своего робопса Joing X20. Постепенно нагружая робота, инженеры продемонстрировали его способность переносить на себе до 85 килограммов. Такой груз замедлил робота, но не остановил. Видео демонстрирует надежность системы, но все же рекомендуемая нагрузка для Joing X20 — 20 килограммов. Такой груз робот может нести до двух часов, тогда как без полезной нагрузки он может путешествовать до четырех часов со скоростью пять метров в секунду. Также компания опубликовала свежие испытания робота Joing в грязи, чтобы показать, что он может работать в условиях плохой погоды. Робот, кстати, способен передвигаться также по камням, гравию, траве, перешагивать 20-сантиметровые препятствия и подниматься в гору уклоном до 30 градусов. Завод Tesla под Берлином наконец-то получил разрешение на официальный запуск. Несмотря на протесты экоактивистов, местные власти окончательно одобрили введение в эксплуатацию завода, который должен будет выпускать до 500 тысяч электромобилей в год. Но общественные организации всё ещё могут оспорить это решение. Плюс, чтобы запустить конвейер, Маску придётся ещё дождаться подтверждения от местного отраслевого регулятора соблюдения на заводе требований по выбросам в атмосферу и использованию воды. В общем, несмотря на разрешение, дату запуска завода всё ещё невозможно предсказать. Panasonic объявила о своих планах приобрести земельный участок в США и построить там большой завод по производству аккумуляторов нового типа для электромобилей Tesla. По данным СМИ, завод может быть построен либо в Оклахоме, либо в Канзасе, недалеко от Техаса, где Tesla строит новый завод по производству электромобилей. Согласно более ранним анонсам, Panasonic собиралась запустить массовое производство литий-ионных аккумуляторов типа 46 на 80 мм для Tesla в марте 2024 года на двух новых производственных линиях в Японии. Указанные аккумуляторы примерно в пять раз больше, чем те, что используются в электрокарах Илона Маска сейчас. Увеличенный размер и плотность помогут снизить производственные затраты и увеличить запас хода электромобилей. Илон Маск отказался блокировать российские госсми в сети Starlink, о чём традиционно объявил через Твиттер. Некоторые правительства, не Украины, предписали Starlink заблокировать российские новостные ресурсы. «Мы не будем этого делать, разве что под дулом пистолета. Извините, что являюсь приверженцем абсолютной свободы слова», — написал Маск. Киберпреступники взломали NVIDIA и предъявили одно из самых необычных требований за всю историю — разрешить видеокартам NVIDIA быстрее добывать криптовалюту, то есть удалить функцию, известную как LightHash RAID, ограничивающую мощность графических процессоров при майнинге криптовалют. Если компания не согласится, хакеры обещают слить в сеть схемы и исходный код драйверов и прошивки NVIDIA. DeepMind представил новую систему искусственного интеллекта «Итака», которая расшифровывает и датирует древнегреческие надписи на артефактах. Также она способна определить примерное место изготовления таблички, кувшины или другой археологической находки. Система прошла обучение на 178 тысячах древнегреческих текстах и теперь может восстанавливать поврежденные с точностью в 62% и определять географический регион создания артефактов с точностью 71%, а также датировать тексты с точностью до 30 лет. Для сравнения, точность восстановления древнегреческих текстов вручную учеными составляла порядка 25%. «Итака» уже определила дату создания нескольких афинских декретов, изданных во времена Сократа и Перикла. До сих пор считалось, что они были написаны до 446-445 годов до н.э., но «Итака» утверждает, что в 421 году. Теперь DeepMind разрабатывает систему расшифровки текстов на прочих древних языках. Американская компания Venturi Astrolabe Inc. представила рабочий прототип лунохода для разведки и логистики – FLEX. Разработчики рассчитывают, что NASA примет их ровер в миссию на спутник Земли Artemis. FLEX – универсальное транспортное средство, спроектированное как модульная система. Его можно адаптировать под разные задачи – от перемещения астронавтов по поверхности Луны до перевозки грузов, приборов и датчиков. Ровер может управляться вручную или дистанционно, причем даже с Земли. Сейчас аппарат проходит испытания в пустыне. Марсианский вертолет Ingenuity совершил очередной полет. Теперь суммарная дистанция в 4,7 км, которую преодолел вертолет на Марсе, превышает пробег марсохода Perseverance, составлявший 4,4 км. Сам перелет стал для Ingenuity 21 по счету. Во время него аппарат находился в воздухе 129 секунд, за который преодолел 370 метров. Всего экспериментальный марсианский вертолет совершил в 4 раза больше полетов, чем было запланировано. Сейчас Ingenuity, переживший в феврале песчаную бурю, сопровождает марсоход, который идет к руслу древней марсианской реки, где рассчитывает найти в донных отложениях признаки существования жизни на планете. Rainbow Robotics поставила своего двуногого робота DRC Хьюба центру тестирования, исследований и обучения робототехники UMass Lowell Nerf Center. Интересно, что по данным СМИ, там робота планируют испытывать в качестве помощника и работника на кораблях и лодках. Это довольно экстремальное решение, учитывая сложности с равновесием у двуногих роботов, возникающих даже на твердой земле. Что же будет в открытом море? Последнее время в СМИ активно обсуждают слухи об Apple Car. Мы решили собрать их, чтобы составить общую картину. Итак, утверждается, что первый электромобиль компании Apple будет построен на базе платформы EJMP, разработанной Hyundai Motor. В этом случае авто получит запас хода в 480 км, разгон до 100 км в час за 3,5 секунды и максимальную скорость 260 км в час. Время зарядки батареи от 0 до 80% предположительно будет составлять 18 минут. Hyundai Motor выступил в роли главного стратегического партнера Apple в создании электромобилей и предоставит помимо платформы другие необходимые комплектующие. При этом упорно ходят слухи, что сборкой электрокаров займутся компании Foxconn и Luxashare, занимающие ключевые места в производстве продукции Apple. Тайваньская Foxconn ранее подтвердила свои планы, связанные с производством электромобилей в Северной Америке в 2023 году и сейчас активно ищет место для заводов США или Мексики. Китайская Luxashare интересна Apple тем, что может помочь американской компании с выводом электромобилей на местный китайский рынок. Ожидается, что Apple Car будет включать в себя возможности автономного вождения, для чего компания ведет переговоры о поставке чипов и подложек для них, испытывая в этом ряд трудностей, так как ключевые производители и так достаточно загружены и не хотят связываться с автомобильным сектором из-за большого количества проверок в этой отрасли. Китайский Долянский институт химической физики совместно с Zuhai Fusion Energy Technology разработал установку, которая гидрогенизирует углекислый газ из атмосферы в экологически чистое топливо. Разработчики утверждают, что технология может выборочно производить углеводородное топливо с добавленной стоимостью и высокой плотностью энергии. Это может стать большим шагом в продвижении чистой и низкоуглеродной энергетики. Технология гидрогенизации диоксидом углерода для производства бензина была предложена еще в 2017 году. Метод использовал металлические катализаторы для преобразования углекислого газа в биотопливо, менее вредное для окружающей среды. В 2020 было завершено создание демонстрационного объекта в промышленном парке Цзоучэн. А в октябре 2021 он прошел 72-часовые испытания, организованные Китайской Федерацией нефтяной и химической промышленности. При минимальных затратах электроэнергии установка производила экологически чистый бензин с октановым числом выше 90, что соответствует местному национальному стандарту. Ждем новостей по масштабированию проекта. Стартап Magic Leap представил новое поколение очков дополненной реальности для промышленности. Magic Leap 2 состоит из пары темно-серых гоглов, соединенных проводом с компьютером, похожим по форме и размеру на хоккейную шайбу. Его можно закрепить на ремне или плече с помощью липучки. Очки проецируют голографическое изображение в реальный мир, рассеивая свет от LCO с дисплеев через многослойные линзы. Зона видимости линзы 45 градусов по горизонтали, 55 по вертикали. Устройство весит 250 граммов и дополняется контроллерами с оптическим трекингом, которые позволяют производить простые действия, например, указывать направление или нажимать на кнопки. Новозеландские инженеры из компании EIT 360 показали симулятор движения NOVA собственной разработки. Это аппарат, созданный для обучения виртуальной реальности. Он ориентирован в основном на пилотов и водителей. Отличается от аналогов NOVA тем, что позволяет получить захватывающий опыт с полным неограниченным вращением по всем осям. Симулятор состоит из шара диаметром чуть менее двух метров с сиденьем и ремнями безопасности. Пользователь пристегивается, надевает гарнитуру виртуальной реальности и погружается в захватывающий мир. NOVA не просто вращается. Установка воспроизводит визуальные и звуковые эффекты, а также создает ощущение движения. Компания Holoride объявила, что её развлекательная система виртуальной реальности на базе гарнитуры появится в ряде седанов и внедорожников Audi уже этим летом. Система объединит физический мир пассажиров на заднем сиденье с дополненной реальностью, синхронизированной с движением автомобиля и может быть внедрена в авто любого бренда. Датчики и программный стэк новой системы позволяют быстро и точно фиксировать и интерпретировать окружающую среду, а также рассчитывать движение виртуальной реальности на основе данных, полученных от автомобиля. Интересно, что программное обеспечение для создания контента виртуальной реальности имеет открытый исходный код, что позволяет сторонним разработчикам создавать собственное наполнение. Внедрение таких систем в серийное авто также является первым шагом на пути к разработке контента, который пассажиры смогут потреблять после появления беспилотных автомобилей. Diamond Age объявила о получении инвестирования в размере 50 миллионов долларов на развитие своего проекта строительных роботов. Компания описывает себя как робототехнический стартап с полным стэком, создающий набор инструментов, призванный заменить более половины ручного труда, связанного со строительством дома. Кроме того, благодаря технологиям, дома, которые раньше строились за 9 месяцев, теперь могут быть созданы примерно за месяц. В настоящее время компания разработала 26 роботизированных инструментов для роботизированной руки в дополнение к системе 3D-печати, которая может создавать наружные, внутренние и кровельные конструкции. Компания Dobot представила второе поколение собственных роботов-манипуляторов линейки Scara. Новый M1 Pro — это коллаборативный робот широкого спектра применений в лёгкой промышленности. Он обладает грузоподъёмностью 1,5 кг и радиусом действия 40 см. Робот поддерживает беспроводное управление на разных устройствах с несколькими вариантами программирования. Это упрощает процесс его внедрения и настройки. Японский стартап Telexistence, получивший известность благодаря своему футуристическому аниме-роботу телеприсутствие, похоже, переключился на более приземлённых роботов. Компания объединилась с логистическими компаниями Nichirei Logistics Group и Senco и уже испытывает новые решения для складской логистики в зонах низких температур. В ходе эксперимента робот с дистанционным управлением загружал в тележку грузы разного габарита и веса в холодильной зоне распределительного центра Nichirei Logistics Group. Подобно роботу Stretch от Boston Dynamics, решение Telexistence не крепится к полу, как это обычно бывает со складскими роботами, а устанавливается на автономную транспортную основу. Но в отличие от Stretch, этот робот не выполняет задачи сам, а подчиняется телеуправлению оператором. FANUC представила роботизированную систему Pioneer Industrial Systems, которая должна быстрее, последовательнее и качественнее выполнять дорожные работы. На видео робот распределяет герметик. Лаборатория автономных систем Высшей технической школы Цюриха пытается реализовать тактильное телеуправление всенаправленным дроном с шестью степенями свободы. Пока разработка в начальной стадии, а само управление выглядит достаточно сложным. Лаборатория робототехнических систем той же технической школы тестирует возможности сотрудничества робота на ногах и дрона, способных к совместному картографированию и планированию маршрута исследования. Система должна использовать сильные стороны двух роботов. Другими словами, дрон должен исследовать области, недоступные четвероногому роботу, а робопёс поможет беспилотнику экономить заряд, перенося его на дальние расстояния. Интереснее всего здесь способ, которым дрон крепится к ходячему роботу. Компания Microsoft представила своего обучающего робота Moab. Он должен помочь начинающим разработчикам, пытающимся изучить основы различных технологий, связанные с искусственным интеллектом и машинным обучением. Для этого инженерам предлагается обучить робота трюкам, связанным с балансированием меча на плоской тарелке. Это кажется простым для человека, но для робота задача вовсе не тривиальна. Плюс, когда базовый уровень освоен, разработчики могут постепенно усложнять задачу, подталкивая мяч дополнительно или заменяя его, например, яйцом, то есть предметом, имеющим неправильную сферическую форму. Moab использует камеру, чтобы увидеть мяч или любой катящийся объект, помещенный поверх его пластины, а затем пытается переместить пластину, пока объект не станет неподвижным. Компания Nissan установила свою технологию управления колесами электромобиля E-Force на тележку для Ромена. Таким образом, компания хотела продемонстрировать возможности технологии. Благодаря ей тележка перераспределяет крутящий момент между колесами и дозирует тормозное усилие на каждом из них. Это позволяет ей быстро ускоряться и плавно останавливаться, не расплескав ни капли лапши. Точно так же E-Force будет повышать плавность езды и комфорт пассажиров в электрических кроссоверах Nissan Aria. Компания Connected Robotics показала своего робота French Fries, который с ноября 2021 проходит стажировку, готовя картофель фри для посетителей кафе Bexburger Lab в городе Минамисома в Японии. Разработчики говорят, что плюс их робота не только в том, что он не устает и может работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю, но и в том, что обеспечивает неизменно высокое качество приготовления. Немецкая компания Volocopter планирует запустить в 2024 году аэротакси сразу в Париже, Риме, Сеуле и Сингапуре. На это компания получила от инвесторов 170 миллионов долларов, но ей ещё предстоит получить разрешение от регулирующих органов. На данный момент именно это и тормозит коммерциализацию сервиса. Volocopter разрабатывает два аппарата двухместной Volocity, на котором компания надеется перевозить важных гостей и спортсменов во время Олимпийских игр в Париже, и четырёхместный Voloconnect, предназначенный для полётов в пригороде. Дальность полёта Volocity составляет всего 35 километров, его максимальная скорость 110 километров в час. У Voloconnect эти показатели 96 километров и 260 километров в час соответственно. На Kickstarter появился робот-код Maycat, обладающий, по словам разработчиков, искусственным интеллектом. Робот должен стать для хозяина не только питомцем, но и компаньоном, запоминая лица и взаимодействие с разными членами семьи. Теоретически Maycat должен уметь распознавать окружающую среду и приспосабливаться к ней, а также запоминать карту помещения. Робот поставляется с индивидуальным, эмоциональным и голосовым рисунком, при этом сторонние разработчики могут написать для него свои приложения. Также Maycat может взаимодействовать с устройствами умного дома. Цена робота на Kickstarter начинается с 1000 долларов. Вы когда-нибудь видели манипулятор из квадрокоптеров? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео, не пропускайте новые выпуски из мира высоких технологий. Хотите узнать, каким будет мир будущего в 2051 году? Как сегодня развиваются технологии в аэрокосмической отрасли, энергетике, самолетостроении, робототехнике и других областях высоких технологий? Рекомендуем вам канал Визионер 2051. Автор канала, основатель проекта Аэромобиль будущего, предприниматель, инвестор, стратег и мечтатель Константин Бушуев. Здесь он рассказывает новости, делает обзоры интересных направлений высоких технологий, публикует репортажи с мировых авиашоу, а также берет интервью у изобретателей, космонавтов, промышленных дизайнеров, а также других профессионалов различных областей науки и техники. А еще Константину помогает энциклопедия будущего, Вейлай, которая знает все, что будет происходить в мире в 2051 году. Канал Визионер 2051 – это поле, в котором собираются единомышленники. Подписывайтесь, следите за выпусками, участвуйте в обсуждениях в комментариях, и вы будете в курсе самых актуальных и перспективных, а иногда и секретных технологий, которые в ближайшее время станут нашей реальностью. Ссылка на канал в описании видео. Тесла официально открыла свой первый европейский завод Gigafactory Berlin и отправила заказчикам первые 30 автомобилей Model Y. На открытии присутствовали канцлер Германии Олаф Шольц, несколько чиновников и генеральный директор Тесла Илон Маск. Кстати, победный танец Маск выполнил согласно данному ранее обещанию. На предприятии уже работают около 3000 человек, а всего Gigafactory Berlin создаст 12000 рабочих мест. Проектная мощность завода составляет 500 тысяч электромобилей в год, но это в будущем. Помимо кроссовера, на Gigafactory Berlin будут собирать Model 3, а также производить аккумуляторные батареи и силовые установки. Японского робота Asimo проводили на пенсию. Прекратив разработку робота в 2018 году, компания передала его Honda Welcome Plaza Aiema, где робот работал гидом, экскурсоводом и артистом, показывая свои трюки в специальном шоу. Всего робот выступил более 15 тысяч раз, но в этом году 20-летняя работа робота закончилась и его торжественно проводили на пенсию. Робот получил благодарственное письмо от директора музея, букет цветов и в последний раз показал всё, на что способен. Компания Anibotix представила Animal X первого в мире взрывозащищённого робота на ногах. Робот предназначен для работы на предприятиях нефтегазовой и химической промышленности. В сообщении компании указывается, что новинка расширяет мобильность, автономность и интеллектуальные возможности роботизированного решения Anibotix для инспекции и специально разработано и сертифицировано для безопасного использования в потенциально взрывоопасных средах, что меняет правила игры в отрасли. Лаборатория робототехнических систем высшей технической школы Цюриха показала новую порцию результатов своей системы обучения с подкреплением для четвероногих роботов на колёсах. Робот обучался в симуляции сразу нескольким новым навыкам и стилем движения. Инженеры компании рассказали, что такое одновременное освоение почти не снижает скорости и результативности обучения. В этом эксперименте робот параллельно обучался ходьбе и приседанием, а также переключением с четвероногой на гуманоидную форму передвижения. Результаты работы исследователей в лаборатории, как всегда, впечатляют. Немецкая компания Festa, знаменитая своими био-вдохновлёнными роботами, представила роботизированного паука 3D-Coconer, который плетёт объёмные структуры из стекловолокна. Правда, на этот раз инженеры не стали копировать внешность робота с биопрототипа, а использовали манипулятор серии XPT-45, оснащённый специальным экструдером, через который подаётся стекловолокно и специальный клей. Он затвердевает под ультрафиолетовым излучением, закрепляя конструкцию, а лишние части обрезаются дисковой пилой. При этом материал можно вновь размягчить, чтобы достроить конструкцию в любом месте. Проектирует конструкции для 3D-Coconer компьютер со специальным программным обеспечением, оценивающим все характеристики будущего произведения. Исследовательский робот iCup получил новую версию, она крупнее, мощнее, и её можно использовать в качестве сложной платформы телеприсутствия с эффектом присутствия. iCup 3 на 25 см выше и весит на 19 кг больше ранней версии, теперь его рост достигает 125 см, а вес 52 кг. У робота 54 степени свободы. Для управления роботом-аватаром в видео оператор использовал шлем HEC VIV Pro i4 Headset, трекер лица VIV 55, сенсорный и тактильный костюм iFill 6, тактильные перчатки SenseGlove DK17 и всенаправленную беговую дорожку CyberVirtalizer Elite 28. В совокупности всё это позволяет переориентировать манипулирование, передвижение, голос и даже выражение лица с человека на робота. Ретаргетинг мимики применяется к взгляду и состоянию века, также к арту пользователя. При этом сам пользователь получает звук, иммерсивный вид от первого лица и умеренное количество тактильной обратной связи. iCup 3 имеет сенсорную кожу с довольно высоким разрешением, но это преобразуется всего в пару конкретных вибрационных узлов, которые носит пользователь. При этом тактильная обратная связь на руках неплохая, есть силовая обратная связь на каждом пальце и вибромоторы кончиков пальцев. Компания DJI представила новый компактный промышленный дрон M30, способный летать под проливным дождём. Он хорошо защищён от влаги и способен функционировать в широком диапазоне температур. M30 оснащён 48-мегапиксельной камерой с матрицей CMOS 1.2 с поддержкой 5-кратного оптического и 200-кратного цифрового зума, а также 12-мегапиксельной широкоугольной камерой. Дрон снимает фото в формате 8К и в видеоформате 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Также в арсенале есть лазерный дальномер, способный определять точное расстояние до предметов на расстоянии до 1200 метров. Модификация новинки M30T оснащена тепловизионной камерой с разрешением 640 на 512 пикселей. В конструкции предусмотрены шестипозиционные датчики, помогающие избегать столкновений с препятствиями. Время полёта составляет 41 минуту, при этом заряжаться дрон может благодаря роботизированному кейсу со встроенной док-станцией, метеостанцией, камерами наблюдения и антеннами. Время зарядки 25 минут. Дрон поставляется вместе с роботизированным кейсом для хранения со встроенной зарядкой. Новинка появится в продаже в четвёртом квартале 2022 года и будет стоить от 10 тысяч долларов за базовую версию. Panasonic представила эко-робота UMOS из МХА, который передвигается по дому в поисках комфортных условий. Его главная задача – сделать ваш дом или офис более зелёным и дружелюбным. Робот внешне напоминает горшок для домашнего растения, который самостоятельно передвигается по помещению на своих крошечных ножках-щупальцах. Внешняя часть робота покрыта мхом, который широко распространён в Японии. Главная фишка заключается в умных функциях. Устройство самостоятельно передвигается по комнате в поисках наиболее комфортных для растений условий. Например, в солнечную погоду робот найдёт тенёк, а при влажном тумане он становится наиболее подвижным и активным. Также роботы наделены собственным характером со своими особенностями, чтобы вызвать у человека ощущение одушевлённости природы и помогать ему чувствовать связь с ней. Компания Global X заказала 200 и витол-аппаратов стартапа EVE Air Mobility для организации работы нового сервиса аэротакси в пригороде и городских районах Майами. Четырёхместные аппараты должны начать перевозить пассажиров в 2026 году. Первым заработает маршрут от Международного аэропорта Майами до центра Майами-Бич, где располагаются туристические достопримечательности и крупнейшие отели города. Новая реальность приносит новые вызовы. Поэтому проект RoboJobs запускает мастер-майнды – новый формат встреч для руководителей робокомпаний. Встречи будут проходить в очном и онлайн формате на еженедельной основе. В рамках мастер-майндов профессионалы обсудят актуальные проблемы развития робототехнических компаний и пути их решения. Как привлечь инвестиции новых клиентов? Где найти комплектующие в новых условиях? Как заручиться господдержкой и можно ли сейчас увеличить выручку? Каждый участник сможет поделиться опытом, а также узнать мнение коллег и экспертов по интересующим его вопросам. Мастер-майнды помогут вам преодолеть трудности и достичь успеха при поддержке коллег и экспертов индустрии. Ссылка на регистрацию и подробности в описании видео. Старт уже 28 марта. Группа ученых из Института интеллектуальных систем Макса Планка и Калифорнийского университета сконструировала очень энергоэффективную ногу робота, вдохновением для которой послужили лапы птиц. В конструкции BirdBot стопап механически связана с остальными суставами ноги с помощью тросов и шкивов. Каждая нога содержит только два двигателя. Двигатель тазобедренного сустава, который качает ногу вперед и назад, и небольшой двигатель, который сгибает коленный сустав, чтобы поднять ногу. Системы, имитирующие мышцы и сухожилия, координируют складывание стопы в фазе переноса и помогают роботу стоять без затрат энергии. Благодаря этому конструкция требует меньше двигателей, чем стандартная нога для гуманоидного робота и теоретически может масштабироваться до больших размеров. Нашествие четвероногих роботов продолжается. Так очередного робопса представила компания Map Robotics. Сообщается, что Honey Badger – это легкая и компактная конструкция свода и пыленепроницаемым корпусом. Робот может работать без дополнительных датчиков, таких как камеры или лидар. При этом направление и скорость задает оператор, а робот решает, как двигать ногами и сохранять равновесие. У четвероногого есть все программное и аппаратное обеспечение, а его цель – стать универсальной несущей платформой, способной выполнять задачи осмотра и обслуживания, особенно в труднодоступных подземных инфраструктурах, таких как водопроводные и канализационные сети и шахты. Компания-производитель игрушек Takaratomi совместно с японским агентством аэрокосмических исследований разработала миниатюрного робота для исследования Луны. Робот Lunar Exclusion Vehicle 2 будет установлен на посадочную платформу Slim и запущен в космос. Прилунившись, робот трансформируется из сферы в небольшой вездеход и отправится изучать поверхность Луны, записывая свои действия в журнал операции и передавая на Землю фотографии. О дате запуска миссии пока ничего не сообщается. Инженеры Массачусетского технологического института научили робота-миничита бегать быстрее человека с помощью симуляции. Новая система машинного обучения с подкреплением позволила роботу научиться бегать на пределе аппаратных возможностей, учитывая меняющуюся окружающую среду и такие непредсказуемые факторы, как, например, отказ одной ноги или скользкая поверхность. Благодаря обучению в симуляции робот за три часа может накопить опыт 100 дневных испытаний просто стоя на месте. В результате миничита научился преодолевать различные местности и препятствия, а также бегать с рекордной для его конструкции скоростью 3,9 метра в секунду. Исследователи из университета Карнеги-Меллона разработали систему обучения роботов с минимальным количеством датчиков и оборудования. Вместо перчаток управления и множества датчиков они использовали единственную камеру. Она снимает движение человека или даже видео с нужными движениями, а искусственный интеллект преобразует двумерное изображение в алгоритм действий для роборуки с учетом особенностей ее размера и конструкции. Другими словами, с помощью такой системы любой манипулятор может научиться новым действиям, смотря видео на YouTube. Телескоп Джеймса Уэбба закончил калибровку и прислал первую фотографию звезды в созвездии дракона Млечного Пути, расположенной на расстоянии 2000 световых лет от Земли. Вот для сравнения фото той же звезды, сделанное телескопом Хаббл. Фактически это инфракрасное изображение самого высокого разрешения, когда-либо полученное из космоса. Напомним, что телескоп Джеймса Уэбба состоит из 18 больших золотых зеркал, которые собирают свет от космических источников и фокусируют его на датчике изображения. Запущенный в космос в сложенном виде аппарат сейчас все еще на стадии полного развертывания и калибровки систем. Ориентировочно, первый, по-настоящему научные данные, будут получены в июле этого года. В преддверии первого полета звездолета «Старшип» от Илона Маска, НАСА впервые выкатило на стартовую площадку свой долгострой — сверхтяжелую ракету Space Launch System, SLS, которую планируют использовать для первого беспилотного запуска космического корабля «Орион». Доставка ракеты к стартовому столу на гусеничных транспортерах заняла 10,5 часов. Теперь SLS ждут проверка всех систем и так называемая «мокрая генеральная репетиция», во время которой будут отработаны все действия, необходимые для подготовки к старту в рамках миссии НАСА Артемида. По результатам этих испытаний в агентстве примут решение о дате запуска. Напомним, что первый запуск ракеты-носителя должен был состояться еще в 2016-м, но с тех пор постоянно переносится. Токийский технологический институт совместно с Музеем исследования роботов представил проект кулинарного робота Smart Life Cafe, в котором используется пара промышленных коллаборативных манипуляторов «Кобота» от Denso Wave. Система не ограничена только блинчиками, она может заваривать чай, готовить традиционные японские сладости, такие как рисовый пирог, а также западные лакомства, такие, например, как попкорн и многое другое. Пока это экспериментальная разработка, и у робота не все получается, но все же выглядит он удивительно ловко. Адам Сэвидж недавно порадовал поклонников новым изобретением – шляпой мгновенного реагирования, выстреливающей дротиками по цели, на которую указывает лазерное наведение устройства. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео и не пропускайте новые выпуски из мира высоких технологий. В сети появилось новое видео робота-гуманоида RH5 Manus. Робот разрабатывается как безопасная система для работы рядом с человеком, например, на лунных станциях, и может поднимать рукой вес до 4 кг. RH5 Manus позиционируется как система с высокой производительностью, широким диапазоном движений и низкой периферийной инерцией. Робот оснащен датчиками силы и момента, стереокамерой, лазерными сканерами и другими сенсорами. Его руки могут быть дополнены захватами с двумя, тремя и четырьмя пальцами с тактильными датчиками на подушечках. В дополнение к автономному и полуавтономному использованию робот может управляться дистанционно с помощью экзоскелета. При этом визуальное восприятие и действующие силы и моменты робота становятся доступными для управляющего человека с помощью виртуальной реальности. Илон Маск провёл экскурсию для гендиректора Business Insider Маттиуса Депфнера по заводу Tesla во Фримонте, штат Калифорния. Во время неё он поделился планами по разработке робота-гуманоида Optimus. Согласно словам Маска, робот поступит в ограниченное производство уже в конце 2023 года, а его главной задачей станет автоматизация ручного труда. Предприниматель поведал, что, разрабатывая Optimus, инженеры Tesla не пытаются найти принципиально новую конструкцию, а придерживаются гуманоидной формы, максимально близкой к человеческой. Это и необходимо, чтобы робот мог выполнять всё то же, что может человек. В будущем, по словам Маска, люди смогут загружать в робота возможности собственного мозга. Первый образец должен быть представлен уже в начале следующего года. Также на 2023 глава Tesla наметил выпуск Кибертрак. Маск заявил, что программа запуска в производство электрического внедорожника выходит на финишную прямую. «Предыдущие переносы срока предприниматель объяснил тем, что машина слишком сильно отличается от всего, что выпускает мировой автопром. Мы хотим завершить разработку Кибертрак в этом году и быть готовым к производству в следующем», — объяснил глава Tesla. Помимо внедорожника, Tesla также работает над проектированием спорткара Roadster, разработкой новых аккумуляторов для тягачей CIMEI, самим CIMEI, новым автомобилем, который должен быть не дороже 25 тысяч долларов и новыми фабриками по всему миру. Маск рассчитывает производить 20 миллионов электромобилей в год к 2030-35 годам, для чего ему потребуется построить ещё около шести заводов и удвоить мощности ныне существующих. А космическая компания предпринимателя SpaceX сосредоточится на производстве межпланетного корабля Starship. Для высвобождения мощностей и ресурсов, необходимых для запуска звездолёта, компания прекратила производство пилотируемых капсул Crew Dragon. Но это не означает, что капсулы перестанут летать. Просто на сегодня, по словам Маска, их количество достаточно для выполнения всех запланированных полётов. Напомним, что Crew Dragon являются многоразовыми. В идеале, капсулы и ракеты-носители SpaceX должны работать по схеме обслуживания авиапарка. Проверка, ремонт, заправка и следующий полёт. И так по кругу. В такой схеме постоянное производство кораблей не нужно, достаточно выпускать комплектующие для ремонта. Каждая капсула Crew Dragon рассчитана минимум на пять полётов. Тем самым, четыре существующие потенциально способны обеспечить до 20 выходов на орбиту, пять из которых уже совершены. При этом для SpaceX успешное испытание Starship – это вопрос жизни и смерти. Маск открыто заявляет, что если в этом году Starship не начнёт регулярных полётов, компании SpaceX грозит банкротство. Подробнее о Starship мы рассказывали в выпуске по ссылке в подсказке. Правительство США решило выделить NASA дополнительное финансирование для лунной программы, чтобы агентство могло подготовить второй посадочный модуль, который будет конкурировать с системой компании SpaceX. На проект выделят полтора миллиарда долларов, а претендовать на них будут Blue Origin, Boeing и другие компании. Сама программа по высадке астронавтов на Луну может быть перенесена с 2025 года на более поздний срок. Второй робот Boston Dynamics стал коммерческим. Без лишней шумихи, такой, которая сопутствовала старту продаж робота Spot, складской робот Stretch поступил в открытую продажу. Stretch, ставший наследником робота Handle, был предварительно опробован на ограниченном числе клиентов. Boston Dynamics также заключила в январе крупную сделку с DHL на покупку роботов на сумму 15 миллионов долларов. Среди других первых клиентов – магазины одежды Gap и H&M. Роботу придется столкнуться на рынке с жесткой конкуренцией, так как спрос на автоматизацию последние годы постоянно растет и предложение соответственно увеличивается. Однако у Stretch есть преимущества. Простой ввод в эксплуатацию, отсутствие необходимости предварительного программирования, передавая система компьютерного зрения, а также возможность свободного перемещения по складу. Спрос на робота оказался так велик, что, оформив заказ сегодня, получить его можно будет не раньше 2023-2024 года. Калифорнийский стартап Mojo Vision разработал и представил новый прототип своих контактных линз с технологией дополненной реальности. Электронная начинка линз располагается на жестком газопроницаемом пластике и включает акселерометры, гироскопы, магнитометр, а также радиосвязь. Также в устройстве есть микрочип для управления питанием, датчик изображений и микропроцессор. Не забыли инженеры и о программном обеспечении и пользовательском интерфейсе. Пока продукт далек от потребительского, но разработка продолжается. Американская компания Snap, занимающаяся производством AR-очков, купила французский стартап NextMind, разрабатывающий интерфейс Mosk Computer. Цель сделки – интегрировать нейрокомпьютерный интерфейс NextMind в AR-очки Snap Spectacles, чтобы пользователи могли управлять очками дополненной реальности с силой мысли. NextMind уже разработал устройство, которое крепится на затылке с помощью обычной резинки. При первом применении гаджету требуется калибровка, чтобы создать нейронный профиль пользователя, после чего он может считывать сигналы мозга. Также программное обеспечение NextMind включает самообучающиеся алгоритмы, позволяющие системе самосовершенствоваться по мере использования устройства. Студент художественной академии Гаги Стейн Вайншайк продал свою душу как NFT. При этом Вайншайк изложил некоторые правила в соглашении продажи души о том, кому может быть продана его душа и даже подробно описал порядок добросовестного использования, например, принесение его душу в жертву какому-либо божеству. Компания Dyson представила Bluetooth-наушники Zone с шумоподавлением и встроенным персональным очистителем воздуха. Пока обнародован дизайн, а вот технические характеристики и стоимость держатся в секрете. Однако известно, что воздух втягивается в наушники с помощью миниатюрных вентиляторов, там фильтруется и подается в маску уже очищенным от 99% загрязнений. Маска не прилегает к лицу, но ее можно дооснастить контактным элементом. Модуль подачи воздуха удерживается при помощи магнитного крепления, его можно откинуть, чтобы с кем-то поговорить, или полностью снять, чтобы превратить Zone в обычные наушники. Менять фильтр внутри устройства можно будет раз в год, а в продажу оно поступит осенью. В последние годы появилось много роботов и торговых аппаратов, готовящих пиццы, салаты и картофель фри. Логичным продолжением стал робот для гамбургеров. Робобургер появился в торговом центре Нью-Джерси. Машина полностью автономна и готовит бургер за считанные минуты. Внутри есть встроенный холодильник, автоматизированная система жарки и очистки, а также набор продуктов для 50 гамбургеров. Между подачами каждого заказа система проводит 30-секундную очистку горячей водой. NASA рассказал о том, какие роботы будут поддерживать жизнеспособность станции Lunar Gateway, которая будет необитаема 11 месяцев в году. Учитывая, что на МКС астронавты тратят много времени на обслуживание, Gateway станет уникальным техническим решением. NASA уже разрабатывает для станции системный менеджер транспортного средства, или ВСМ, который будет действовать как вездесущая компьютерная система, присутствующая практически на каждом звездолёте из научной фантастики. ВСМ будет автономно управлять всеми функциями, решать любые возникающие проблемы в той мере, в какой они могут быть решены с помощью интеллектуального программного обеспечения или удалённого участия человека. При этом, если проблему решить не удастся, Gateway должна быть в состоянии жить с ней до планового прилёта экипажа. Всю Gateway можно рассматривать как своего рода робота, а её внешнее и внутреннее устройство разрабатывается с учётом роботов на борту. Так на станции будут визуальные маркеры в важных местах, удобные порты для зарядки, модульные элементы и конструкции, которые могут быть использованы и заменяться роботами. У NASA уже есть опыт использования гуманоидного робота Robonaut 2 и беспилотного летательного аппарата Astra B на борту МКС. Но для Gateway будут разработаны новые, более функциональные боты. Также на станции будет установлена внешняя роборука Canadarm 3, основанная на Canadarm 2, работающей на МКС с 2001 года. Новая модель будет длиной 8,5 метра, и её силы будет достаточно для захвата космических кораблей и перемещения крупных объектов. Конструкция будет включать меньшую и более ловкую роботизированную руку, которую можно использовать для выполнения деликатных задач, включая мелкий ремонт станции или самой большой руки. Обе роборуки будут полностью автономны и не требуют поддержки оператора. Напомним, что отправка в космос, жилого и логистического модуля лунной станции запланирована на ноябрь 2024 года. iRobot представил нового образовательного робота Create 3 со встроенной ROS 2. Робот оснащён Wi-Fi, хостом и фернет через USB и Bluetooth. Create 3 также оснащён набором интеллектуальных технологий, включая инерциальный измерительный блок IMU, оптический датчик слежения за полом, кодировщики колёс и инфракрасные датчики для приложения автономной локализации, навигации и телеприсутствия. Кроме того, робот включает в себя обнаружение обрывов, ударов и скольжения, а также светодиодные фонари и динамик. А ещё недавнее видео на официальном канале Румба в Латвии показало, что роботов компании можно использовать для боёв в стиле сумо. Тесла собирается построить солнечную ферму, и ферму Megapack для хранения энергии, которая будет питать новый объект по добыче биткоинов в партнёрстве с Blockstream и Jack Dorsey's Blocks. Сообщается, что строительство объекта с открытым исходным кодом, полностью работающего на солнечной энергии, уже началось. Мощность фермы будет составлять 3,8 МВт, а система питания объекта Megapack – 12 МВт-час. Система будет производить 30 петахешей в секунду на 100% солнечной энергии. Тесла открыла пятый завод Gigafactory в Бостине, штат Техас. Завод строили с 2020 года, и он обошёлся в миллиард 100 миллионов долларов. Здесь сначала будут производить кроссовер Model Y, а со следующего года к нему должны добавить Кибертрак, второе поколение спорткара Tesla Roadster, а также грузовик Tesla 7i. Гендиректор Tesla Илон Маск также рассказал о планах производства футуристичных роботакси и о том, что компании, возможно, самой придётся заняться добычей лития для своих батарей, так как цена металла на рынке стала запредельной. Что касается Кибертрак, на мероприятии Маск представил обновлённую серийную модель. Электромобиль получил более традиционные колёса, крупнее стали бамперы и расширители колёсных арок. Появились зеркала заднего вида, а на лобовом стекле установлен огромный дворник. Над передним бампером почти незаметные дополнительные фары, а дверные ручки отсутствуют, так как авто будет открывать двери самостоятельно, узнавая хозяина. Ещё Маск заявил, что компания намерена значительно увеличить масштаб тестирования полностью автономного вождения Full Self Driving, сделав опцию, доступной для всех подписчиков в Северной Америке. Но у компании есть не только успехи, но и проблемы. Так, Tesla отзывает почти 130 тысяч электрокаров, произведённых в США и Китае, из-за критической проблемы с электромотором. По словам представителей компании, дефект вызван небольшими различиями в силовых полупроводниковых компонентах инверторов задних двигателей. В результате инвертор может выйти из строя во время парковки, и водитель не сможет завести электромобиль. Если же элемент сломается во время движения, машина просто остановится. Сообщается, что специалисты Tesla исправят дефект бесплатно с помощью удалённой прошивки программного обеспечения. Также новость от компании Tesla стала то, что компания начинает поставлять клиентам в Европе и на Ближнем Востоке автомобили без радаров. Это связано со стратегией компании разрабатывать системы помощи водителю на основе только камер и платформы машинного обучения. Производитель предупредил, что из-за этого некоторые функции авто могут быть временно ограничены или неактивны, но постепенно восстановятся по мере обновления ПО. Вашингтонский университет показал видео высокоскоростного автономного вождения по сложной местности в рамках программы DARPA Racer. Курс в этом видео определяется пятью путевыми точками, и цель теста — максимально агрессивно пройти трассу без вмешательства человека. Автономное транспортное средство использует только бортовые датчики и вычисления, и не использует GPS или предустановленные карты для определения местоположения. Пересечённая местность не имеет упорядоченной искусственной структуры, как дороги. Она содержит разнообразные непредсказуемые сложные элементы, включая растительность, неровности, ограниченную видимость, препятствия и быстро меняющиеся свойства поверхности местности. При навигации на высокой скорости в этих условиях существующие подходы к восприятию, планированию и контролю не работают. Найти новые подходы является целью программы DARPA Racer. NVIDIA показала примеры использования своей системы ISIC SIM на базе Omniverse. Это инструмент для создания синтетических данных, который обеспечивает фотореалистичные и физически точные виртуальные среды для разработки, тестирования и управления роботами на основе искусственного интеллекта. Благодаря своей модульной конструкции инструмент можно настраивать и расширять для множества новых вариантов использования. В демонстрации приложение было использовано на трёх очень разных роботах – автономном мобильном роботе Obelix, коллаборативном роботе Festa и робособаке Animal. Роботизированные инвалидные коляски скоро смогут безопасно передвигаться в толпе. В рамках проекта CrowdBot инженеры лаборатории алгоритмов и систем обучения EPFL изучают технические, этические и вопросы безопасности, связанные с такими технологиями. Для оценки рисков использовался робот KOLO или Quality of Life with Locomotion, разработанный в Японии. Он содержит два моторизованных колеса и пассивный экзоскелет, который позволяет владельцу легко перемещаться из сидячего положения в стоячее. Для эксперимента роботу добавили датчики, чтобы он мог анализировать и реагировать на своё окружение, а также бамперы, чтобы он чувствовал столкновение. Данные датчиков KOLO объединяются с алгоритмами обнаружения и отслеживания людей, позволяющими определить наилучший путь для движения всего за несколько миллисекунд. И тем не менее, робот оказался небезопасен для окружающих. Инженерам ещё предстоит поработать над системой управления для снижения рисков и разработать основные правила для передвижения роботов в городах, которые должны быть учтены в законодательстве. Инженеры Стэнфорда разработали простую систему, позволяющую обычным камерам видеть в 3D. Решение основано на явлении акустического резонанса. Команда построила простой акустический модулятор, покрыв двумя прозрачными электродами тонкую пластину необатолития. Он вибрирует на очень высоких, предсказуемых и контролируемых частотах. И когда устройство вибрирует, необатолитие сильно модулирует свет, включая и выключая его несколько миллионов раз в секунду. Измерение расстояния между объектами с помощью света в настоящее время возможно только с помощью специализированных и дорогих лидаров. Но предложенная простая, недорогая и энергоэффективная конструкция модулятора может добавить третье измерение любому датчику, включая обыкновенные камеры смартфона. Walmart Canada инвестирует 118 миллионов долларов в новый Fulfillment Center, который будет оборудован роботами Gray Orange. Объект площадью 430 тысяч квадратных футов откроется в сентябре 2022 года. Роботы там будут помогать сотрудникам хранить, подбирать, транспортировать и сортировать товары. Всего в центре единовременно будут храниться полмиллиона предметов, а в год он будет отгружать около 20 миллионов единиц товаров, обеспечивая доставку за два дня 61% канадцев. В Бристольском университете на 3D-принтере напечатали искусственную кожу для кончиков пальцев роботов, которая воссоздает чувство осязания. Материал продуцирует искусственные нервные сигналы, похожие на сигналы тактильных нейронов человека, благодаря сетке булавкообразных сосочков. Они имитируют дермальные сосочки, расположенные между внешним эпидермисом и внутренним слоем кожи человека. Сосочки напечатаны на принтере, способном смешивать мягкие твердые материалы для создания сложных структур. Во время тестирования искусственный кончик пальца ощущал ребристые формы, и эта реакция была очень похожа на реакцию человеческой кожи на такие же рельефные поверхности. Электрические записи искусственного ощущения были схожи с первыми электрическими записями нервных импульсов человека от прикосновения к ребристым формам, которые были сделаны еще в 1981 году. Однако пока робопальцы не столь чувствительны к мелким деталям, как человеческие. Причина этого, вероятно, в размере элементов. Исследование продолжается. Группа исследователей из Гонконга представила мягкого робота из магнитной слизи, который может притягивать различные мелкие предметы. Он состоит из поливинилового спирта и частиц неодимового магнита. В результате получается не ньютоновская жидкость, которая ведет себя как жидкость или твердое тело в зависимости от силы, и ею можно управлять с помощью внешних магнитов. Мягкий робот способен проникать в очень узкие каналы диаметром до полутора миллиметров, притягивать и захватывать мельчайшие предметы, а затем выходить наружу. Так, по крайней мере, медики планируют использовать робота для извлечения случайно проглоченных предметов. Однако сначала необходимо решить проблему просачивания токсичных частиц неодима наружу. В Южной Корее построят обитаемую подводную станцию с собственным дата-центром. Экспериментальный проект Корейского института океанской науки и техники поддерживается правительством страны и обойдется примерно в 30 миллионов долларов. Строительство объекта, включающего жилые и рабочие помещения, займет пять лет. Как и на МКС, на подводной станции планируется проведение различных научных экспериментов, включая тестирование системы раннего предупреждения о морских стихийных бедствиях, а также использование комплекса для подводного туризма. Обитаемый комплекс будет интегрирован в инфраструктуру агломерации Ульсан и должен быть углеродно-нейтральным, так как охлаждать дата-центр планируют окружающие станции водой. Подобный проект есть и у Microsoft. Микроцот размером с транспортный контейнер был поднят со дна моря у шотландских островов в прошлом году. Компания оценила результаты Project NETEC как положительные и заявила, что эксперимент доказал, что концепция подводных центров обработки данных осуществима, а также логистически, экологически и экономически практична. Стартап Space Perspective продал 600 билетов стоимостью 125 тысяч долларов каждый на свой комфортабельный воздушный шар, который будет подниматься на высоту 30 километров над землей. Полеты должны начаться в конце 2024 года, а недавно компания показала, как будет выглядеть роскошный салон аэростата. На изображениях можно увидеть высокие иллюминаторы, удобные кресла с подстаканниками, темную обивку и приглушенное освещение, не отвлекающее от потрясающего вида Земли. Также капсула компании Neptune получит Wi-Fi и бар. Плюс предложение – отсутствие необходимости в подготовке. Минус – отсутствие невесомости. Скорость Neptune составит 19 километров в час, а общее время полета – 6 часов. Space Perspective планирует осуществить 25 полетов за первый год, и все места уже раскуплены. NASA в третий раз отменило испытания своей ракеты SLS, во время которых должна была произойти лишь заправка баков топливом из смеси жидких водорода и кислорода. Когда топливо начало поступать в баки, выяснилось, что баки протекают, и жидкий водород выходит. Наземные испытания SLS проводятся в рамках подготовки американской лунной программы Artemis, призванные вернуть людей на Луну. Когда пройдут новые испытания, пока неизвестно. Зато NASA испытывает технологию космической центрифуги стартапа SpinLaunch, который предлагает запускать спутники на орбиту, сократив расход ракетного топлива на 70%. Установка компании работает как гигантская проща, раскручивая ракету массой до 200 килограммов до скорости 8 тысяч километров в час, а затем запускает ее в небо. Центрифуга или проща служит вместо первой ступени, выводя ракету на орбиту, а затем космический аппарат включает собственные двигатели. В успех задумки уже поверили поддержавшие стартап Airbus и Alphabet, а теперь договор об испытании технологий подписало и агентство NASA. Согласно договору SpinLaunch разработает и испытает коммерческую нагрузку, которую запустят с космодрома Америка в Нью-Мексико в этом году. Испытание будет происходить не в полную силу. Макет груза будет разогнан только до 1600 километров в час. Цель — проверить эффективность системы. А Китай задумал создать флотилию из сотен микроспутников для изучения черных дыр и сверхновых звезд. Недорогие, миниатюрные, но высокоэффективные и хорошо управляемые платформы могут распределиться в космическом пространстве, заменяя один большой и дорогущий космический телескоп, такой как James Webb от NASA. Стоимостью 10 миллиардов долларов. Один микроспутник будет стоить 1,6 миллиона долларов, причем половину суммы придется на запуск. По мере удешевления запусков снизится и стоимость проекта. Первый образец весом 30 килограммов для флота распределенного в рентгеновского телескопа китайская компания Catch запустит в следующем году. Позже на орбиту будут выведены 10 таких же спутников для проверки управляемости распределенной платформы. Если концепция подтвердит работоспособность, к 2030 году в космос будет выведен флот минимум из 100 спутников. Австрийский стартап CycloTech и Yamato, одна из крупнейших служб доставки Японии, разработали концепцию уникального дрона средней грузоподъемности на основе технологии управления вектором тяги. Концептуальный дрон CCY-01 оборудован шестью цилиндрами с движителями Фойта-Шнайдера. Лопасти могут менять угол наклона во время движения, регулируя тягу. Четыре из них располагаются перпендикулярно корпусу для движения вперед, два оставшихся – вдоль. Они обеспечивают возможность горизонтального перемещения из стороны в сторону на высоте, вместо того, чтобы покачиваться, как обычный мультикоптер. Это упрощает полет в условиях встречного ветра, особенно при посадке, а также добавляет два вспомогательных вертикальных двигателя на случай отказа моторов. CCY-01 может разгоняться до 130 км в час, пролетать до 40 км и садиться на площадку 2,5 на 2,5 метра. Ученые Массачусетского технологического института разработали роботизированную систему, которая позволяет нейрохирургам проводить эндоваскулярные вмешательства дистанционно. Новая технология призвана спасти жизни пациентам в критической ситуации, например, после инсульта, которых нужно немедленно оперировать, чтобы сохранить функцию мозга. Таким образом, доступность высокотехнологичной медицинской помощи может быть обеспечена даже в отдаленных и сельских районах. Эндоваскулярная хирургия представляет собой малоинвазивную процедуру, которая заключается в функции кожи и введении специальной проволоки в артерии и сосуды. Процедура проводится под контролем рентгена и позволяет выполнять сложнейшие манипуляции с минимальными для здоровья рисками и осложнениями. Благодаря новой разработке, врач может находиться в другой комнате или даже городе и управлять роботом с помощью джойстика. Стартап Equilibre Technologies, основанный инженерами из DeepMind, объявил о работе над искусственным интеллектом, который будет самостоятельно анализировать фондовый рынок и покупать акции и цифровые валюты. Ранее компания уже создала первый в мире ИИ, который легко обыграл в покер профессиональных игроков. Теперь разработчики решили покорить мир инвестирования. Для совершенствования алгоритма они используют обучение с подкреплением. От аналогов, уже давно использующихся крупными банками и хедж-фондами, алгоритм стартапа, по словам его основателя, отличает точности моделей. Чешская компания Somnium Space, которая производит блокчейн-продукты, собирается запустить режим так называемой «вечной жизни», который позволит людям создавать цифровые аватары, имитирующие их внешность, голос и личность. Эти аватары смогут функционировать даже после смерти владельца. Для этого компания планирует создать искусственный интеллект, который сможет объединить все данные о человеке и правдоподобно взаимодействовать с его друзьями и членами семьи, по крайней мере в течение какого-то времени. Как вам такая идея? Hyundai Motor объявила, что планирует запустить несколько видов городских авиатакси собственной разработки к 2028 году. Аппараты будут как чисто электрические, так и на водородных топливных элементах. Первый вариант предполагает короткие перелеты не дальше 120 километров внутри городов. Второй – дальние рейсы на расстоянии от 200 до 1000 километров. За их разработку будет отвечать недавно созданное подразделение компании, названное Supinal. Городской вариант будет похож на дрон DJI с кабиной для пассажиров и сможет взлетать с места. Загородное авиатакси нуждается во взлетно-посадочной полосе. Инфраструктуру для аппаратов, а именно заправочные станции с водородом и электрические зарядки уже строят Hyundai. Вернее, компания создает ее для авто, но с таким расчетом, чтобы она подошла и для авиатакси. Робот ABB печатает на 3D-принтере посуду, дизайнерскую мебель, предметы домашнего обихода и другие предметы прямо в витрине лондонского магазина на Оксфорд-стрит. Робот делает предметы из переработанного пластика, предоставленного Parley for the Oceans. Parley создает материалы из морского пластикового мусора и рыболовных снастей, которые собирает с островов, прибрежных населенных пунктов и береговой линии. Покупатель может зайти в магазин, выбрать предмет из каталога, и робот напечатает его в сжатые сроки. Nissan объединились с NASA, чтобы создать технологию зарядки электромобиля за 15 минут. Для этого лучшие умы двух организаций создают дешевые и емкие твердосильные аккумуляторы, которые отличаются от литий-ионных не только плотностью, энергией и ценой, но и гораздо более коротким временем зарядки. Завод по производству новых аккумуляторов появится к югу от Токио, а его линии должны быть запущены к 2024 году. Специалисты Nissan ожидают, что разработка таких аккумуляторов не только поможет зарядить авто, пока вы пьете кофе, но и снизит стоимость машин до уровня бензиновых. Стартап Bionet Labs сотворил крошечных роботов, которые могут работать в человеческом мозге. Робот попадает в мозг инъекционным путем и управляется с помощью магнита. Магнитные катушки размещают снаружи черепа пациента и подключают к компьютеру. Устройство может дистанционно ввести микроробота в пораженную часть мозга, а потом удалить его тем же путем. Весь аппарат легко транспортируется и потребляет в десятки раз меньше энергии, чем МРТ. Исследователи планируют использовать робота, чтобы прокалывать, например, заполненную жидкостью кисту в головном мозге. Также в случае успеха устройство собирается использовать для лечения синдрома Дэнди-Уокера – редкого порока мозга, который встречается у детей. Устройство уже протестировано на крупных животных. Нейросеть научили предсказывать побочные эффекты от комбинаций новых лекарств. Это удалось благодаря машинному обучению и 15 миллионам записей из отчета о нежелательных явлениях, которые публикуют Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Нейросеть имитировала процессы человеческого мозга во время создания им ассоциаций между данными. В результате она смогла выявить общие закономерности между лекарствами и их побочными эффектами. А это позволило алгоритму фиксировать побочные эффекты комбинированной терапии. Компания FIFISH представила своего подводного робота V6 Expert M100, управлять которым можно посредством виртуальной реальности. У него есть камера 4К, Full HD, фонарь на 6000 люмен и система отслеживания VR. 12-мегапиксельная камера имеет угол обзора 166 градусов. Этот робот может двигаться под водой во всех направлениях и работать полтора часа при скорости течения 1 метр в секунду. Хотели бы себе такой гаджет? Sony показала крошку робота Evil 03, который может повторять все ваши танцевальные движения. Это не новая концепция, но, возможно, самое миниатюрное воплощение такого робота. Кстати, Evil 03 дебютировал на выставке роботов в Японии, о которой мы рассказывали в выпуске по ссылке в подсказке. В России появились роботы-кассиры для общепитов LFP от Smart Mill Service. Они работают на нейронных сетях, безошибочно распознают все блюда на подносе 24 на 7, всегда вежливы и честны, не болеют, не уходят в отпуск и не устают. У компании есть и другие умные продукты для магазинов и кафе, например, умные холодильники и микромаркеты, работающие на основе компьютерного зрения. Вы просто берете с полки нужный товар, а система уже видит то, что вы взяли и сама списывает денежные средства с вашего счета. NASA рассказала, как голопортировала врачей на МКС осенью прошлого года. Согласно пресс-релизу агентства, 8 октября 2021 астронавт Томас Пески общался с голограммой хирурга Йозефа Шмидта и командой медработников. Голограммы были созданы и переданы на борт МКС с помощью камеры Microsoft HoloLens Connect и специального программного обеспечения от стартапа AXA Aerospace, создающего высококачественные 3D-модели людей. В результате, благодаря голопортации от сочетания слов «голограмма» и «телепортация», астронавты смогли пообщаться с людьми на Земле в режиме реального времени. Участники проекта сообщили, что технология позволит оказаться на МКС в прямом эфире в любой момент, и на это не влияет ни движения станции со скоростью 28 тысяч километров в час, ни высоты орбиты в 402 километра над Землей. Microsoft работала над голопортацией последние 6 лет, но это первый раз, когда она использовалась за пределами Земли. Теперь компания планирует объединить её с технологиями дополненной реальности, чтобы улучшить опыт всех задействованных участников. Группа японских учёных создала нано-роботов, способных работать как организованная система. Эффективность роя была в 5 раз больше, чем у одиночных устройств, при этом нано-роботы разделяли рабочую нагрузку, реагировали на риски и даже создавали сложные структуры в ответ на изменения окружающей среды. Команда сконструировала около 5 миллионов нано-роботов, состоящих из двух биокомпонентов — микротрубочек, связанных с ДНК, и кинезина, своеобразного привода, способного их транспортировать. ДНК объединили со светочувствительным азобензолом, который функционировал как датчик и помогал контролировать рой. Если воздействовать на соединение видимым с светом, то в его структуре образуются двойные нити ДНК и много микротрубочек. Воздействие ультрафиолетового излучения обращает этот процесс вспять. Грузом для нано-роботов служили полистирольные шарики диаметром от 1 до 10 микрометров. В результате нано-роботы забирали груз при воздействии видимого света и отдавали при воздействии ультрафиолета. В будущем рой нано-роботов можно использовать для транспортировки и сбора грузов, а также при строительстве сложных конструкций. Тесла отчиталась от прибыли за первый квартал 2022 года, которая выросла на 81% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Но интересно то, что на самом отчете гендиректор компании Илон Маск заявил, что в 2024 году компания планирует запустить производство полностью автономных роботакси без руля и педалей. Маск рассматривает новый автомобиль как движущую силу следующего этапа роста Теслы и планирует посвятить ему отдельное мероприятие, в следующем году. Робоавто, по словам предпринимателя, будет выделять среди конкурентов самая низкая стоимость за километр поездки. Ждем подробностей. Американский стартап GreenLunch представил водородную пушку для недорогого и экологичного вывода спутников на околоземную орбиту. По сути, разработка представляет собой длинную трубку, заполненную смесью водорода, гелия и кислорода. Ускорение полезному угрозу придает стремительное расширение газа внутри трубки. По словам разработчиков, водородная пушка может стрелять спутниками каждые 60-90 минут. Низкие околоземные орбиты на высоте от 300 до 1000 километров могут быть достигнуты менее чем за два часа, а некоторые намного быстрее. При этом снаряд должен представлять собой мини-ракету со второй ступенью, которая поможет прибору выйти на правильную орбиту. По сути, гиперзвуковая пушка заменяет первую ступень ракеты, что сокращает стоимость запуска и снижает нагрузку на экологию. Инженеры Пекинского технологического института разрабатывают робота-крысу для работы в зонах бедствия и мониторинга трубопроводов. Робот-скюра может ходить, ползать и взбираться на объекты, а также резко поворачивать с невероятной ловкостью. Более того, скюра может восстанавливаться после падений, как и его биологический прототип. Для создания робота ученые использовали рентгеновские снимки настоящих крыс, чтобы лучше понять их анатомию, особенно суставы. Затем они разработали скюра, чтобы он имел структуру у модели движения и степени свободы, аналогичные грызунам, которых они изучали. Это включает в себя две степени свободы в каждой конечности талии и голове. Робот успешно справился со всеми задачами серии экспериментов, включая перенос 200-граммового груза, что составляет, между прочим, 91% его собственного веса по полю с уклоном до 20 градусов. Стартап Loanstar объявил о планах по созданию дата-центров на Луне. Оборудование для проверки концепции, а именно сервер и модуль хранения, будет отправлено в рамках лунной миссии Intuitive Machines IM2, запланированной на декабрь этого года. Инженеры компании предполагают, что лунный ЦОД обеспечит выполнение периферийных вычислений для будущих миссий, а также работу сервисов резервного копирования и аварийного восстановления данных. В будущем стартап планирует сделать Луну местом для предоставления премиум-услуг по хранению данных. Компания уже получила венчурные инвестиции и подала заявку в Международный союз электросвязи на использование радиочастотного спектра на Луне. IonQ и Hyundai Motor будут применять квантовые технологии для классификации изображений и распознавания 3D-объектов. IonQ уже добилась больших успехов в классификации 43 типов дорожных знаков с использованием собственных квантовых мощностей. Следующим шагом станет комбинация квантового машинного обучения с тестовой средой Hyundai и воспроизведение разнообразных сценариев, возможных в реальном мире. В рамках проекта IonQ и Hyundai намерены найти квантовым технологиям более широкое применение. Например, помимо дорожных знаков будут распознаваться и трёхмерные объекты вроде пешеходов или велосипедистов. За обработку данных будет отвечать новейший компьютер IonQ Area. Японская компания JR West представила робота для обслуживания железных дорог. Он представляет самую платформу с интегрированным роботом-гуманоидом на выдвижной конструкции. Робот может проводить различные работы с тяжёлым оборудованием на большой высоте. Им управляет оператор, который видит картинку от первого лица и может получать от машины обратную связь о взаимодействии с объектами. Управление ботом почти не требует обучения, при этом сам робот может взаимодействовать с предметами любой формы и не боится ударов тока. Разработка, которая поступит в продажу в 2024 году, должна повысить производительность и, конечно, безопасность железнодорожных рабочих. Последние пять лет исследователи лаборатории информационной соматики в Токио тестируют возможности дополнительных роботизированных конечностей, которые могли бы помогать человеку выполнять различные действия, подобно клешням доктора Осьминога из серии комиксов Marvel. Цель состоит в том, чтобы найти эффективные способы перестройки человеческого тела, уделяя особое внимание увеличению и умножению возможностей наших верхних конечностей. Изначально они управлялись движениями ног, но теперь реагируют на движение плеч. Работа продолжается, интересно, конечно, было бы увидеть окончательные результаты. Компания Apple показала работу своего робота Daisy, способного разбирать iPhone для переработки деталей устройства. Заявленная производительность робота составляет 200 iPhone в час, то есть один бот Daisy может утилизировать миллион 200 тысяч iPhone в год. У робота четыре модуля. Первый отвечает за снятие дисплея, а второй отделяет аккумулятор от устройства. Поскольку аккумулятор приклеен к задней части iPhone, робот использует так называемый сильный порыв очень холодного воздуха, чтобы ослабить клей. Затем третий модуль выкручивает винты из телефона, а четвертый помещает все компоненты и детали на конвейерную ленту, чтобы люди могли разложить их по контейнерам в зависимости от типа материала для дальнейшей переработки. Исследовательская группа отдела робототехники Google разрабатывает новый способ обучения роботов. Люди могут учиться просто наблюдая, но роботам это не подходит из-за различий их конструкции с телом человека. Чтобы решить проблему, команда представила метод самоконтроля для перекрестного воплощения обратного обучения с подкреплением или XIRL. Согласно ему, вместо того, чтобы пытаться напрямую повторить действия человека, робот выясняет их конечную цель. Затем он обобщает эту информацию в виде функции вознаграждения, которая не зависит от физических различий, таких как форма и действия конечных эффекторов. И учится достигать цели методом проб и ошибок. При этом роботы узнавали больше, когда примеры видео были более разнообразными. Эксперименты показали, что новый метод привел к увеличению эффективности обучения с подкреплением в 2-4 раза. Лаборатория Энда и Судзумория Токийского технологического института разработала мягкого Тенсегрити-робота, приводимого в движение тонкими искусственными мышцами. Робот для изучения неизвестных пространств постоянно стремится двигаться вперед, адаптируясь к форме окружающей среды и буквально прижимаясь к стенкам пространства. Инженеры также разработали нейронную сеть, способную распознавать форму и структуру Тенсегрити-робота. Таким образом, исследователи могут узнавать форму и размеры, например, подземных пещер или проходов в завалах. Разработчик Алексей Зайцевский представил опытный образец дрона-перехватчика с сетевой пушкой и съемными роторами. Дрон с высокой удельной мощностью предназначен для перехвата легких беспилотных летательных аппаратов, причем он может облететь цель перед атакой, чтобы лучше ее идентифицировать. Мощные роторы позволяют дрону использовать сеть большого размера. В момент атаки несущие винты разгоняются и отрываются от рамы. При этом ремни крепления освобождаются. Кевларовая сеть блокирует несущие винты цели и нарушает управление беспилотником. После атаки перехватчик спускается на парашюте и подает звуковой сигнал. Дрон запускается из контейнера и является многоразовым. Компания Промобот запустила первый кибер-кафе в Нижнем Новгороде и Перми. Роботизированный комплекс по продаже кофе, мороженого и соков состоит из прилавка, лотков с мороженым, кофемашины, аппарата для газировки и робота – буфетчицы Дуняши. Робота, прототипом которого стала миссис Пермь-2014 Диана Габдулина, будет общаться с гостями, делать с ними совместные селфи и вести торговлю. В Корее начался процесс массового производства человекоподобных роботов на заводе Глок. Компания, занимающаяся 3D-печатью и 3D-дизайном, выпустила партию ультра-реалистичных гуманоидов, используя свой парк широкоформатных 3D-принтеров Кьюби Консла. Роботы были разработаны и созданы как мехатронные произведения искусства, предназначенные для установки в магазине NewDake местного бренда дизайнерских очков Gentle Monster в Ханаме. Там гуманоиды будут имитировать роботизированную сборочную линию. Все детали роботов были напечатаны на 3D-принтере с чрезвычайно фотореалистичной обработкой поверхности. Также было нанесено уритановое покрытие для обеспечения долговечности фотополимерных 3D-печатных деталей. В будущем компания планирует открыть линию по 3D-печати из металла, так что она сможет перейти на изготовление более прочных и функциональных моделей. В США разрешили клинические испытания на людях первого коммерческого интерфейса мозг-компьютер от компании Synchron. При имплантации электроды Stentrol перемещаются в мозг по кровеносным сосудам. Затем система начинает переводить мозговую активность в электросигналы, позволяя работать с текстовыми сообщениями, электронной почтой, онлайн-покупками или другими относительно несложными задачами. В случае успеха систему можно использовать повсеместно, что даст новые возможности пациентам с параличом. Но сначала интерфейсу надо подтвердить свою безопасность, а также возможность эффективно работать с цифровыми устройствами без помощи ROG. Boston Dynamics обновила робота Spot, теперь он заряжается за час и поддерживает 5G. Новые варианты полезной нагрузки включают Spot Core IO, внешний модуль, который даёт Spot возможность обрабатывать данные в полевых условиях, внутри платформа NVIDIA Jetson Xavier NX с мощным GPU и шестиядерным ARM-процессором. Также он включает в себя 5G-модемы. Второй вариант полезной нагрузки Rugged Kinetic Mesh Radio Kit позволяет развернуть Spot в изолированных сетях без изменений инфраструктуры. Оборудование обеспечивает покрытие до 200 тысяч квадратных футов. Также обновилось аппаратное обеспечение робота. Пять стереокамер на корпусе теперь при построении 3D-карт обеспечивают оператору полноцветное изображение. Планшет для управления Spot получил интуитивно понятное управление с помощью сенсорного экрана, 8 часов автономной работы, защиту от ударов и атмосферных воздействий. Также Boston Dynamics предлагает физический джойстик для управления Spot Arm и виртуальные джойстики для управления самим роботом. Учёные лаборатории искусственного интеллекта MIT разработали алгоритм для решения самой сложной задачи компьютерного зрения — присвоения метки каждому пикселю на изображение без участия человека. Алгоритм Stagg построен на основе алгоритма DINO, который знает почти всё о мире благодаря базе данных из 14 миллионов изображений. Но новый алгоритм совершенствует основу DINO с помощью процесса обучения, который имитирует нашу способность собирать из кусочков целостную по смыслу картину. Применительно к наборам данных беспилотных автомобилей Stagg успешно сегментировало дороги, людей и дорожные знаки с гораздо более высоким разрешением и детализацией, чем предыдущие системы. На изображениях из космоса система разбила каждый квадратный фут поверхности земли на дороги, растительность и здания. Чтобы обнаружить эти объекты без помощи человека, алгоритм ищет похожие объекты, которые появляются в наборе данных. Затем он связывает эти объекты вместе, чтобы построить непротиворечивое представление о мире. Система, по сути, способна дать настоящее зрение любой технологии — от робота до автономного автомобиля. Спутниковый интернет Starlink стал портативным. Пользователям разрешили брать терминалы в поездке за 25 долларов в месяц. Услуга получила название Portability, теперь работники на удаленке могут жить и трудиться в таких местах, где никогда не будет ни фиксированной связи, ни 5G. Правда, во время движения связь пока не работает. Также пользователи предупредили, что приоритет в сети провайдера будет отдаваться стационарным зарегистрированным абонентам. Tesla построит в Шанхае новый завод производительностью 450 тысяч электрокаров в год. Разместится он прямо рядом с действующим. Вместе два завода должны будут выпускать более миллиона автомобилей в год, обеспечивая спрос на местном рынке и поставляя авто на экспорт. Сроки возведения завода пока неизвестны. Компания Rocket Lab 26-й раз запустила свою ракету Electron и впервые попробовала поймать её первую ступень вертолётом. Технология отрабатывалась в 2020 году, но тогда использовалась копия первой ступени. В этот раз всё было по-настоящему и пошло немного не по плану. Модифицированный вертолёт Сикорский С-92, оснащённый крюком для захвата ступени, ожидал в определённой зоне, чтобы поймать ракету, уже развернувшую свой парашют. После захвата вертолёт должен был доставить отработавшую ступень до платформы для обслуживания и повторного использования. Сам захват прошёл успешно. Вертолёт зацепил ракету на высоте 1980 метров, но пилот обнаружил, что настоящая ступень ракеты гораздо тяжелее копии, и ему пришлось сбросить её в океан. Стартап SpinLounge показал на видео испытания своей кинетической системы для вывода спутников на орбиту. Система раскрутила груз с закреплённой камерой в центрифуге, придав ему скорость 1600 км в час, после чего запустила его в атмосферу. Весь полёт длился 82 секунды, а достигнутая высота равнялась 7620 метров. Отмечается, что во время тестирования использовалась малая часть мощности установки. Электроника на грузе при этом выдержала нагрузки, что стало важным показателем испытаний. Полномасштабная пусковая установка SpinLounge L100 будет в три раза больше, чем тестируемый сейчас макет A33. Она сможет запускать в космическое пространство аппараты весом до 200 кг, выстреливая их на скорости 8000 км в час. Предполагается, что таким образом спутники в небольшой ракете смогут долетать до границы космоса, после чего с помощью собственных двигателей ракета будет перемещать аппараты на заданную орбиту. Другой стартап Launcher впервые показал на видео полноценное испытание своего ракетного двигателя E2, полностью напечатанного на 3D-принтере. Компания работает над созданием ракеты Launcher Light, которая будет выводить на орбиту полезную нагрузку весом до 150 кг. Камера двигателя E2 полностью напечатана на 3D-принтере из медного сплава. Лаунчер использует принтер AMCMM4K для сборки частей двигательной установки. Хотя ракету стартапа нельзя будет использовать повторно, компания надеется в будущем создать новую версию с девятью двигателями и многоразовой первой ступенью. Компания Undefine Technologies показала испытания очередного прототипа своего дрона на ионной тяге. Новая модель стала значительно более шумной — 90 дБ по сравнению с семью самого первого прототипа. Зато новая модель продержалась в воздухе целых две с половиной минуты. В будущем компания планирует снизить уровень шума хотя бы до 7 дБ и увеличить тягу двигателя. Пока о коммерциализации, уникальной для дронов технологии ионных двигателей, речи не идёт. Разработчики Калифорнийского технологического института представили модель глубокого машинного обучения, способную адаптировать движение дронов под погоду в режиме реального времени. Метод, получивший название Neural Fly, использует стратегию разделения, с помощью которой в режиме реального времени необходимо обновлять лишь несколько параметров нейронной сети. Этот эффект, как отмечают исследователи, достигается с помощью алгоритма метаобучения, который предварительно обучает нейронную сеть, что для эффективной адаптации к изменяющейся среде необходимо обновлять только определённые ключевые параметры. Испытания системы состоялись в аэродинамической трубе. В результате испытуемые дроны научились противостоять сильному ветру всего за 12 минут полёта. Учёные из лабораторий компьютерных наук и искусственного интеллекта MIT разработали масштабируемый конвейер для проектирования и изготовления мягких пневматических приводов NUECT. Система использует процесс машинного вязания для создания банановых пальцев, как их называют сами авторы. Человек задаёт шаблоны стежков и датчиков в системе, чтобы запрограммировать, как будет двигаться привод, и моделирует его форму. Готовая текстильная деталь прикрепляется к недорогой силиконовой трубке. За восприятие в вязаном приводе отвечает приводящая нить, реагирующая на прикосновения. Комбинация эластичных и сенсорных стежков позволяет программировать изгиб устройств при их надувании, а также учитывать обратную связь при использовании. Технология может быть использована в том числе для создания медицинских экзоскелетов, так как она позволяет снять часть нагрузки с мышц человека. Гоночный автомобиль INTI Autonomous Challenge установил новый мировой рекорд скорости для наземных автономных авто. Автомобиль Dallara AV21 был запрограммирован командой PolyMove из Миланского политехнического университета и Университета Алабамы, США. Он смог достичь скорости 309,3 км в час и удерживать её на дистанции 1000 метров. Это удалось благодаря модернизации двигателя, который смог развить мощность на 30% больше, чем у предыдущих моделей. Теперь он будет устанавливаться на все беспилотные гоночные автомобили Challenger. Все автомобили в гонке одинаковые и оснащены лидаром, шестью камерами, датчиками, четырьмя радарами, автоматическими приводами, графическим процессором NVIDIA Quadro RTX 8000 и системой автономного вождения, которую каждая команда разрабатывает сама. Разработчики из NVIDIA представили модель обучения, которая помогает роботам естественно отдавать и принимать объекты от людей. Она прогнозирует, каким из способов робот возьмёт предмет из рук человека, проверяя до 500 возможных траекторий движения захвата робота от его начального местоположения до объекта. Модель обновляет решение робота несколько раз в секунду, это позволяет ему быстро адаптировать запланированную траекторию и его решение о том, где и как брать объект. Исследователи оценили производительность своей модели в нескольких экспериментах, где роботы передавали и получали различные предметы, взаимодействуя с четырьмя людьми. Компания Colmode представила шоу дронов, отличительной особенностью которого стало то, что беспилотники для шоу были гораздо большего размера, чем обычно. Как думаете, это изменило визуальное восприятие шоу? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, не пропускайте новые выпуски из мира высоких технологий. Инженеры Китая, Великобритании и Швейцарии разработали квадрокоптер для двух сред – воздуха и воды, который, к тому же, может ездить автостопом, прилипая к другим поверхностям с помощью присоски. Причем дрон может эффективно держаться на объектах, даже если они неправильной формы и движутся. Интересно, что если разместить присоску не сверху, а снизу, дрон сможет перевозить небольшие объекты. Сама присоска создана на 3D-принтере и является копией биологического прототипа – рыбы-прилипалы. Небольшая резиноподобная прокладка имеет сегментированную структуру, которая обеспечивает плотное прилегание, даже если часть прокладки не соприкасается с поверхностью. Изменяя объем каждого сегмента после прилипания к предмету с помощью гидравлики, инженеры регулируют силу всасывания, прилипая и отлипая от объектов. Счищать краску с самолетов опасно для здоровья, так как она содержит шестивалентный хром. Новая лазерная система удаления краски от Titan Robotics решает эту проблему. Управлять лазерами будут роботы, используя лидары для создания 3D-карты поверхности объекта. Промышленные манипуляторы устанавливаются на мобильные основания, которые позволяют им самостоятельно перемещаться вокруг самолета. Весь процесс автоматизирован, люди лишь наблюдают за ним из защищенного помещения. Бельгийский стартап Ив, поставляющий роботов для стрижки газонов Тоди, добавил к своим аппаратам роборуки для сбора мусора и прополки сорняков. Теперь это робот-садовник Уэллоу, который уже стрижет газоны более чем в 1700 домохозяйствах Европы. Аппарат не использует провод или GPS-трекер, полагается на системы камер видеонаблюдения, картографирования и обнаружения препятствий. Последняя версия Уэллоу с приставкой X настраивается и управляется с помощью мобильного приложения. После запуска робот сначала собирает во встроенный контейнер мусор и сорняки, которые обнаруживает благодаря бортовой камере и специальным алгоритмам, а затем стрижет траву на газоне, также собирая ее внутрь себя. По сути, это робот-пылесос только для газона. После работы робот возвращается на зарядную станцию. Ну просто идеальный для дачи. Согласны? Зонд Voyager 1, который был запущен еще в 1977 году, продолжает работу и направляется в межзвездное пространство. Сейчас аппарат находится на расстоянии 23,3 миллиарда километров от Земли. И хотя он продолжает полет, команда проекта заметила, что зонд стал передавать какие-то странные данные. Учитывая, что корабль сильно превысил расчетный срок эксплуатации, ничего удивительного в этом нет. Необычные данные связаны с системой управления ориентацией, которая правильно направляет корабль и его антенну для обеспечения связи с Землей. Фактически система работает отлично, поскольку перебоев с сигналом нет. Он не ослабевает, значит ориентация поддерживается верно, зонд получает и выполняет команды, четко на них реагируя. Команда Voyager 1 не сдается и надеется выявить причину и устранить последствия сбоя. Подробнее о том, как устроен Voyager и почему ему удалось так долго проработать, смотрите в выпуске по ссылке в подсказке. Первый в мире китайский корабль-дрононосец спущен на воду. Беспилотное судно с управлением на базе искусственного интеллекта может нести на борту десятки дронов, беспилотных кораблей и подводных аппаратов. С его помощью Китай рассчитывает создать мощное средство для исследования океана. Также сообщается, что 88-метровое судно может быстро перехватывать, осаждать и вытеснять агрессивные цели. Стартап RAS Aerotechnologies представил одноместный дрон RAS Recon EVTOL, предназначенный для фермеров и других владельцев обширных земельных угодий. Персональный электроаппарат вертикального взлета и посадки весит порядка 140 килограммов, может преодолевать до 40 километров на одном заряде и летать со скоростью чуть более 101 километра в час. Интересно, что, по словам разработчиков, аппарат может садиться не только на землю, но и на воду. RAS Recon использует для полета шесть независимых силовых установок, каждый из которых питается от съемного аккумуляторного блока, а значит разряженные батареи можно легко заменить на запасные. Аппарат должен быть недорогим в производстве и обслуживании, а также простым в управлении. А вы бы хотели себе такое транспортное средство? Пишите в комментариях. ABB Robotics показала художественную роспись машин с помощью технологии Pixel Paint. Роботы точно воспроизвели произведение восьмилетнего индийского вундеркинта Адвая Текаларкарома и коллектива цифровых дизайнеров из Дубая Иллюзор. Технологии не требуют вмешательства человека и обеспечивают невероятную точность, а также более устойчивый и эффективный способ окраски. Компания MovaCare в сотрудничестве с врачами-терапевтами и их пациентами разработала легкий и простой в установке ручной экзоскелет для людей, которые не могут брать предметы после инсульта или несчастного случая. Аппарат успешно прошел испытания в нескольких больницах и реабилитационных центрах. Самое интересное, что это не просто исследовательский проект, это на самом деле продукт, который помогает пациентам уже сейчас, причем бесплатно для них и больниц. По крайней мере, пока испытываются пробные версии. Kinetic Intelligent Machine Lab показала пару устрашающих больших роботизированных ног почти двухметровой высоты. Исследователи поставили перед собой цель создать двуногого робота выше человека, который обладал бы большую грузоподъемностью. Для чего будет предназначен робот, пока не говорится. Ранее лаборатория представила автономный бэкпэк с аккумулятором, бортовым компьютером и четырьмя роботизированными вспомогательными конечностями. Подробности разработки также пока нет. Компания Relay Robotics представила своего сервисного робота Relay Plus, предназначенного для доставки обедов, полотенец и других принадлежностей в отелях, ресторанах и офисах. Автономный робот с системой избегания препятствий уже не вызывает ни у кого удивления. Но посмотрите, как ловко Relay Plus управляется с лифтами. Разработчики предлагают роботов как услугу и уверяют, что машины работают всего за 8 долларов в час по сравнению с 20 долларами для наемных работников. Global Foundries, мировой производитель полупроводников, привлек роботов Spot для дальнейшей автоматизации сбора данных, для мониторинга состояния и профилактического обслуживания оборудования. Производственные мощности заполнены тысячами точек контроля и добавления стационарных датчиков ко всем этим активам экономически нецелесообразно. Благодаря тому, что Spot доставляет датчики к своим объектам, команда собирает ценную информацию о тепловом состоянии насосов и двигателей, а также снимает показания аналоговых датчиков. Стоит сказать, что в последнее время компания Boston Dynamics оказалась в своего рода кризисе, а оказалось, что ее известность в большей степени связана с невероятными танцами роботов, а не с доказательствами их пользы и надежной работы. Отдел оборонных инноваций США заключил контракты с компаниями Ultrasafe Nuclear Technologies и Avalanche Energy на создание нового поколения ядерных ракетных двигателей и энергетических установок для малых космических аппаратов. Такие установки должны помочь космическим силам Америки патрулировать космос вокруг Земли, Луны и даже дальше. Официальная причина – защита объектов США, включая спутники от крупных обломков космического мусора. Но думают-то все о другом. Также новый контракт должен помочь в создании компактных ядерных силовых установок для небольших спутников для ближнего и дальнего космоса. Ultrasafe Nuclear должна разработать изотопную батарею под названием Ember Core с мощностью в 10 раз больше, чем у батареи на Плутонии, а от Avalanche Energy ожидают компактную силовую установку Arbitron на основе управляемого термоядерного синтеза. Устройство будет иметь двойное назначение для вырабатывания тепла и для реактивного движения. Подробности о проектах закрыты. Китайский стартап TKEPTEC заявил об успешных испытаниях своего EVTOL аппарата И-20. Демо-версия Аэротакси в масштабе 1 к 2 успешно осуществила вертикальный взлет и переход в режим крейсерского полета за счет поворотных роутеров. Даже у уменьшенной в половину версии размах крыльев составляет 6 метров. В будущем И-20 станет пятиместным электрическим аппаратом вертикального взлета и посадки, способным разгоняться до 260 км в час и преодолевать на одном заряде до 200 км. Аэротакси обладает двумя парами крыльев и шестью роторами. Теперь компании предстоит испытать полноразмерный прототип, доказать его надежность и получить сертификат, позволяющий полеты над населенными пунктами. В компании надеются, что их первый коммерческий рейс состоится в 2024 году. SpaceX в начале следующего года запустит в космос самый тяжелый спутник в истории. Ракета компании Falcon Heavy доставит на геостационарную орбиту спутник Jupiter 3 от Maxar Technologies весом 9,2 тонны. Прошлый рекорд тоже принадлежит компании Илона Маска. В июле 2018 SpaceX вывела на орбиту семитонный Telstar 19V. А компания Blue Origin отложила пятый туристический полет на корабле New Shepard из-за технических неполадок. Миссия NS-21 должна была стартовать 20 мая, но во время заключительной проверки было обнаружено, что одна из резервных систем корабля не соответствует требованиям безопасности. Новая дата пока не названа. Blue Origin предлагает полеты длительностью около 10 минут, во время которых New Shepard поднимается на высоту около 106 километров, благодаря чему туристы, хоть и недолго, попадают в невесомость. Ученые из Индии создали нанороботов, которые могут убивать бактерии внутри зубных каналов. Нанороботы из диоксида кремния управляются с помощью магнитного поля низкой интенсивности и могут перемещаться по канальцам по желанию стоматолога, уничтожая бактерии с помощью тепла, что безопаснее и эффективнее, чем химические вещества и антибиотики. Пока исследователи протестировали технологию на доклинических моделях и теперь работают над созданием устройства для ротовой полости для применения в стоматологиях. Разработчики стартапа ZUX показали испытание своего автономного транспортного средства с одноименным названием. По их словам, робоавто спроектировано для безопасной работы в абсолютно любую погоду, от яркого солнца до дождя и града. ZUX будет предоставлять мобильность как услугу в условиях плотной городской застройки. Компания возьмет на себя управление, зарядку, техобслуживание и модернизацию автопарка. Пассажиры просто будут платить за проезд или аренду авто для своих нужд. Японский стартап GTI, который уже испытал свою роботизированную руку для автономных операций внутри МКС, готовится к выходу своих роботов за пределы станции. На канале компании появилось видео демонстрации работы автономного робота GTI на орбите в большой космической камере JAXA. Роботизированный модуль может выполнять различные задачи в суровых космических условиях, например, сборку или добычу образцов грунта. Сейчас робот активно тестируется на устойчивость к вибрациям и пыли, прочность конструкции и другие параметры. Надеемся, скоро увидите его в деле на Луне. Разработчики Чензианского университета представили алгоритм для автономного передвижения роя дронов по лесу. Алгоритм получает от пользователя цель или последовательность целей и планирует траекторию так, чтобы перемещать рой в сторону цели, учитывая дополнительно заданные факторы, такие как минимальное время полета и отклонение от маршрута. Алгоритм стремится достичь целей, а ограничения рассматривает как штрафы и старается построить такую траекторию, чтобы их минимизировать. При этом вес каждого параметра может быть разным. Например, у препятствий он максимальный, потому что столкновение с ними может вывести дрон из строя. Беспилотники без GPS во время полета используют визуально-инерциальную навигацию, то есть данные с камеры и блока, с акселерометром и гироскопом. Кроме того, они в реальном времени строят 3D-карту местности и обмениваются данными друг с другом, чтобы избежать столкновений. А компания Snap выпустила небольшой дрон с камерой под названием Pixie. В этом нет ничего особенного, но он маленький, безопасный и, как утверждают разработчики, очень-очень простой в управлении. В общем, хороший потребительский продукт. Единственный минус – цена в 250 долларов. 140 роботов HeloDi Robotics будут развернуты на объектах ADT Commercial для обеспечения безопасности. Компания надеется, что скоро её гуманоидные роботы на колёсах будут работать в большинстве офисов и медицинских учреждений Монреали, а также домах престарелых в Бельгии и Норвегии. «Гуманоидный форм-фактор – не просто дизайнерский выбор», – рассказывают инженеры HeloDi Robotics. «Это единственный выбор для системы, которой необходимо взаимодействовать с человеческим миром». Роботы передвигаются на колёсах для патрулирования зданий, эффективно выполняя функции мобильных камер видеонаблюдения. Они проводят проверки, например, проверяют, заперты ли двери и свободны ли коридоры. Дополнительные возможности обеспечивает режим аватара в виртуальной или дополненной реальности с использованием VR-гарнитуры. Тогда оператор может не только внимательно рассмотреть интересующие его области, но и выполнить ряд действий руками робота. В компании подчёркивают, что роботы безопасны, они не только избегают препятствий, но и оснащены кнопками аварийной остановки и отключения питания. Так что если вы испугаетесь действия робота, его можно отключить, и он просто упадёт к вашим ногам. Правда, инженеры не уточнили, где эта кнопка находится. Dyson показал домашних роботов, которых в ближайшее время собирается выпустить на рынок. Хотя пока роботы являются скорее прототипами, компания планирует привлечь к разработкам 250 инженеров и создать коммерческие версии в течение не более чем 5 лет. Роботы с ловкими руками, способными на мелкую моторику, подобной человеческой, должны быть полностью автономными. Они будут мыть посуду, убирать детские игрушки, пылесосить ковры и диваны. Для этого компания ищет специалистов по машинному обучению, компьютерному зрению, мехатронике и другим специализациям, связанным с робототехникой и искусственным интеллектом. 250 человек – лишь первый набор. В следующие 5 лет Dyson планирует создать команду из 700 инженеров. Для расширения штата компания строит крупнейший в Великобритании исследовательский центр. Pudu Robotics представила своего четвероногого робота для доставки горячего супа D1. Компания утверждает, что основные компоненты робота являются собственными запатентованными разработками Pudu. В пресс-релизе указывается, что Pudu D1 оснащен запатентованными высокопроизводительными соединительными модулями в качестве основных источников питания с полой проводкой и способностью запоминать абсолютное положение выхода даже после отключения питания. Робот использует протокол связи CAN-FD с пропускной способностью 5 Мбит в секунду. Совместный модуль робота включает в себя 19-битный высокоточный энкодер с беспримерной точностью обратной связи по положению. За вычисление отвечает 16-ядерный процессор на борту робота. D1 может передвигаться по пересеченной местности, а его отсек сохраняет при этом стабильное положение, чтобы продукты в нем не помялись или не пролились. Грузоподъемность робота 10 кг. Ученые Оксфорда разработали технологию выращивания человеческих клеток на скелете гуманоидного робота. Сразу вспоминается старый добрый терминатор, не правда ли? Совместно с инженерами робототехнической компании D1FU исследователи постарались воспроизвести костно-мышечную систему человеческого плечевого сустава. Они объединили макет скелета с питательной средой для клеток в виде сферической внешней мембраны с биоразлагаемыми волокнами, растянутыми между так называемыми якорными точками и способную сгибаться в любом направлении. На волокна высадили человеческие клетки, а камеру наполнили богатым питательными веществами-раствором. В течение двух недель клетки росли в питательной среде, которая подвергалась ежедневным нагрузкам. На полчаса каждый день биореактор помещали в структуру плеча для нагрузок и деформаций. На сегодня ученые зафиксировали изменения в клетках, показав саму возможность их выращивания на роботизированном скелете. Чем закончатся эксперименты, стоили ли усилия потраченных ресурсов, пока неизвестно. Ученые Северо-Западного университета в Иллинойсе показали в работе самого маленького в мире робота с дистанционным управлением. Его диаметр всего 0,5 мм. При этом он может ходить, прыгать, поворачиваться и изгибаться. Робот не использует гидравлические или электрические приводы. Он создан из сплава с эффектом памяти формы, который деформируется при помощи тонкого покрытия стекла. Нагревание возвращает сплаву первоначальную форму, а остывание приводит к деформации под воздействием стеклянного покрытия. Нагрев осуществляется при помощи лазера, который определяет направление движения робота. А за очень быстрое остывание отвечает миниатюрный размер изобретения. Средняя скорость робота составляет около половины длины тела в секунду. Авторы проекта попробовали несколько форм, включая треножник для хождения по воде, спирали для прыжков и ряд других. Власти Индонезии сообщили, что достигли договоренности о строительстве на территории страны фабрики Тесла по производству батарей и электромобилей. В стране есть значительные запасы никеля, и власти не хотят просто его продавать, а планируют создать производство электромобилей, чтобы к 2025 году каждое пятое авто в стране было с электродвигателем. Емкость местного авторынка оценивается в 1 миллион машин в год. Корабль Boeing Starliner, который должен стать альтернативой союзам Роскосмоса и драконам SpaceX, совершил первый полет к МКС и стыковку с космической станцией, после чего вернулся на Землю. Для капсулы CST-100 Starliner полет стал вторым испытанием после провала тестового полета в декабре 2019 года. В тот раз корабль сошел с расчетной орбиты, а в этот в полете произошло несколько мелких внештатных ситуаций. Во-первых, контур охлаждения на корабле показал нештатное поведение температуры. Система продолжала поддерживать стабильную температуру в контуре, но работала с превышением нормальной нагрузки. Второй проблемой стал отказ двух из 12 двигателей орбитального маневрирования и управления положением. Также во время отказали два двигателя системы управления реакцией, которые отвечают за финальное сближение корабля со стыковочным доком. Однако стыковка состоялась, груз, доставленный Starliner, перекочевал на МКС. Затем корабль отстыковался от станции и вернулся на Землю. Интересно, что корабль садится не на воду. Посадочный модуль спускается на парашютах и приземляется на шесть специальных воздушных подушек. Посадка тоже не прошла гладко, так как во время нее, видимо, отказал еще один двигатель, что вызвало утечку топлива. Все это вместе, вероятно, отсрочит начало полноценной эксплуатации корабля. Искусственный интеллект Google полностью написал новый эпизод для сериала «Звездные врата». Эксперты считают, что получилось не хуже, чем у реальных авторов. Как рассказали инженеры компании, первый сценарий был довольно бессвязным, поэтому пришлось использовать несколько новых методов и гораздо большую базу знаний. В частности, исследователи объединили все созданные сценарии эпизодов «Звездных врат» с предварительно обученными моделями естественного языка, а также применили технологию предсказания следующих слов персонажей, позаимствованную у автоматических переводчиков. Созданный текст будет зачитан актерами этим летом. Инженер Калеб Олсен разработал систему, отслеживающую, где ходит в туалет его корги, и затем показывающую хозяину точки уборки. По словам изобретателя, это было, во-первых, весело, во-вторых, устраняло страх наступить на собачью неожиданность на собственном заднем дворе. Для начала Калеб установил там несколько камер, которые отслеживали собаку, и обучил модель искусственного интеллекта под названием Deep LabCut распознавать определенную позу собаки, а также запоминать, где она такую позу принимала. Затем он научил роботизированный манипулятор поочередно подсвечивать места уборки зеленым лазером. Причем та же система, Deep LabCut, отслеживает и самого Калеба, когда он приседает для уборки, чтобы робот подсветил следующую кучку корги. Как вам такое изобретение? Пишите в комментариях. FlyBallity представила дрон для инспекции замкнутых пространств Alios 3. Беспилотник, устойчив к столкновениям, оснащен датчиком LiDAR для 3D-картографирования внутри помещений, движком Slam FlyWare, который позволяет ему создавать 3D-модели в режиме реального времени прямо во время полета, а также новой версии программного обеспечения FlyBallity для инспекторов индустрии 4.0. Также сильными сторонами Alios 3 являются система стабилизации и модульная полезная нагрузка, которую можно настроить под клиента. Стартап Lonestar Data Holdings намерен сохранить наиболее ценные данные нашей цивилизации на Луне на случай глобальной катастрофы. Кстати, о вариантах таких катастроф мы рассказывали в видео по ссылке в подсказке. Облачный провайдер рассчитывает создать оборудование для серверов, способных выдерживать перемены температуры на поверхности нашего спутника. Таким образом, если на Земле что-то случится, выжившие смогут организовать экспедицию на Луну, чтобы восстановить утраченные знания. Стартап рассчитывает провести первые программные тесты до конца текущего года, а само оборудование должно отправиться на Луну уже в 2024 году. Microsoft расширяет свою промышленную метавселенную. Теперь рабочие на заводах Kawasaki, Heinz и Boeing будут использовать гарнитуры дополненной реальности – HoloLens, которые помогут им в производстве, обслуживании техники и управлении поставками компонентов. Одним из вариантов применения гарнитуры является создание цифровых двойников рабочего пространства для ускорения некоторых производственных процессов. Теперь для починки неисправного узла на заводе Kawasaki, уже внедрившем технологию, не обязательно вызывать специалиста. Он сможет удаленно общаться с местными рабочими, сопровождая их в процессе ремонта и отдавая конкретные указания в виде визуальных подсказок в дополненной реальности. Скоро подобные технологии будут внедрены на производстве кетчупа Heinz и производственной линии Boeing. Лаборатория робототехнических систем высшей технической школы Цюриха выпустила свое продолжение культовой серии фильмов о Рокке. В главной роли выступила трансформер-версия робота в лаборатории Animal, способная не только развивать приличную скорость на четырех ногах, но и удерживать равновесие на двух. Съемки прошли в Филадельфии во время участия робота и команды инженеров в Международной конференции по робототехнике и автоматизации. Ученые университетов Северной Каролины и Пенсильвании показали мягких роботов, способных выбираться из лабиринтов без помощи людей и компьютера. Теоретически робот может двигаться и в других сложных условиях. Роботы из жидкокристаллических эластомеров в форме скрученной ленты частично сжимаются при температуре поверхности менее 55 градусов по Цельсию, что и вызывает их передвижение. Если один конец ленточного робота сталкивается с препятствием, лента слегка поворачивается, чтобы обойти объект. Если с препятствием сталкивается центральная часть ленты, происходит быстрое высвобождение накопленной энергии деформации, в результате чего лента подпрыгивает и переориентируется перед приземлением. В итоге робот передвигается за счет использования энергии из окружающей среды и работает самостоятельно. Автономное коммерческое грузовое судно Сузака преодолело 790 километров в Токийском заливе с очень оживленным движением. 99% пути Сузака прошло без помощи оператора под управлением искусственного интеллекта израильского стартапа Orca AI. Во время 40-часового пути судно избежало столкновений примерно с 500 судами, выполнив более 100 маневров. Алгоритм Orca AI основывался на данных, собранных Сузака примерно за год. На сегодня это самое длительное путешествие автономного судна в настолько загруженных водах. Вероятно, успешные испытания ускорят роботизацию морских судов, работа над которой ведется уже довольно давно. Смотрите лучшие моменты футбольного матча роботов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео, не пропускайте новые выпуски из мира высоких технологий. Субтитры создавал DimaTorzok